Давайте начнем с такого вопроса вброса. Что для вас образование? Леша, давай с тебя начнем. Что такое образование? Да. Что вообще можно считать образованием? Ну, на мой взгляд, это такой процесс, когда человек получает знания, применяет их на практике, фиксирует их у себя как-то, нейронные связи там что-то делают, делают-делают, и оно все превращается в умение, которое человек может применять. Наверное, вот что такое образование. Хорошо. Нет? Слишком умно. Супер. Саша, какие у тебя мысли насчет образования? Что для тебя образование? Ну, в таких моментах хочется не повторяться и что-то всегда говорить другое. Вот. Поэтому Леша говорит, что этот процесс, я скажу, что это, ну, например, среда. Вот. Это среда, в которой человек развивается, добывает какие-то навыки, практикует их, оттачивает, и за счет этого самосовершенствуется и самореализуется, и находит способы самосовершенствования и самореализации. Ну, то есть, наверное, хочется в этом случае, да, говорить про среду, потому что про процесс уже был. Давайте, наверное, с разных сторон крутить. Подожди, то есть всем дальше будет еще сложнее, что ли? Да, 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 да. Это такая игра. Камень, ножницы, бумага, Алена, Виталик. Кто из вас? Алена, давай. Я не буду оригинальна. Образование — это передача знаний от тех, кто знает, тем, кто не знает, с целью образования в голове, в мозгу обучающегося навыков и умений. Это по классике, по книжкам так. Я вижу прям дьявольский огонек в глазах Виталика. Ну, я думаю, что образование — это все-таки конечные знания, которые остались в голове у человека. Ну, то есть какой бы ни был процесс, какие бы ни были там среда и все остальное, то есть конечная цель образования — это то, что в голове у человека осталось. Или понимание того, что ему это, например, не надо. Это тоже может быть частью образования. Но это все-таки знание или умение? Потому что знать и уметь, ты же сам понимаешь, что это разные вещи. Ну, то есть что-то тебе нужно просто знать, а что-то уметь. В смысле тебе не обязательно образование, это что-то, что ты прям руками физически можешь делать. То есть у тебя достаточно, не знаю, там, некоторых вещей в образовании по той же, например, не IT, а литературе. Ты как бы общий твой контекст, что ты знаешь какие-то произведения, но сам произведение писать не можешь. А ты умеешь их, знаешь, применять в нужный момент? Ну, ты знаешь, нет, ты не обязательно можешь применять, но ты знаешь, что там, не знаю, Пушкин написал такое-то стихотворение, тебе этого, в принципе, достаточно. Или знаешь, что он его не написал, в смысле, что он написал кто-то другой. Наверное, про применимость. А если говорить про IT, то, наверное, образование — это все-таки конкретные знания и конкретные навыки и умение их применить уже на практике. Мне еще хочется посопротивляться вот этому тезису про передачу знаний от того, кто что-то умеет, тому, кто не умеет. Это, кажется, такая спорная история. Кажется, когда вот эта вот концепция, что знающий передает незнающему знания — это что-то про обучение, а не про образование. То есть это вот когда кто-то учит кого-то, а когда мы говорим про образование, мы, наверное, можем думать о том, что человек сам овладевает какими-то навыками и знаниями. Вот, например, там, не знаю, я научился играть в баскетбол без передачи знаний. Я просто ходил на площадку, много кидал мяч, и иногда приходили пацаны, с кем мы рубились. И таким образом я же чему-то научился. Тебя сбросили с воду, и ты начал боять, да? Ну, к примеру, да. Это очень грубые примеры. Но все же, в общем, просто шаткая немного позиция вот про эту передачу знаний от знающего-незнающему. Образование ли это, либо это обучение, это, кажется, дискуссионный момент. Ну, смотри, ты же откуда-то узнал про баскетбол в какой-то момент? Ты же знал, что нужно в нем делать? Телек показывал лучшие матчи, конечно. Ты на кого-то смотрел, на тех, кто умеет. Да, но они мне ничего не передавали в этом плане. Они своим действиям только передавали. Да-да-да, заряжали, то есть мотивировали, вдохновляли. И кажется, что здесь есть плоскость про вдохновение. И вдохновение — это крутая категория внутри образования. Вот, если ты начинаешь углубляться в обучение, в самообучение и так далее, то здесь вдохновение является краеугольным камнем. Ты бросаешь, если не вдохновляешься. То есть невозможно обучить обучающегося, если он этого не хочет. Ну, гораздо сложнее обучить. Ну, кажется, что вообще вот чисто фразой «обучить кого-то» вообще невозможно. То есть все-таки можно способствовать его обучению каким-то образом, вот окружать его тем набором информации, каких-то практик. В некоторых случаях дрессировка вполне тебя обучает. Да, ну… Если тебя кто-то заставляет что-то делать раз за разом, ты обучишься, даже если ты не хочешь. Ну, это уже… Ну, это просто как бы не вдохновение, это как противоположное вдохновение. Да, но дрессура людей — это не про образование. Нет, почему? Образование — ты получишь знания, ты получишь навыки. А вот ты вспомни про колледжи старые, классические. Ну, да, школы. Там токаря учат. Ты думаешь, каждый человек, кто идет на токаря, хочет быть токарем? Там же не вдохновение, там именно повторение раз за разом одного и того. Английский ты учить не хочешь в школе, тебя и в него вдавливают до какого-то минимального уровня. Это дрессура. То есть по-другому это никак нельзя назвать. Мне кажется, что те, кто сталкивался вот по поводу английского с дрессурой, из моего его личного опыта, они английский теперь не очень хорошо знают. Ну, они знают какой-то sustainable. Это правда, это правда. My name is Vase. Вот это вот все. Классный вброс. Сразу, сразу закипело. Вообще, почему мы здесь сегодня собрались и кто мы такие? Начну с себя. Привет, я Саша, я из Минска, я организовываю минские сообщества по фронтенду. Сегодня мы поговорим про образование, про IT, как туда попасть, как мы туда попали. Расскажем свои истории. И давайте, ребята, все-таки представим друг другу, сами себя. Давайте я вас по очереди попрошу. Давайте, Виталик, с тебя начнем. Меня зовут Виталий Харрисов. Я работаю в Яндексе давно, с 2006 года. Занимаюсь разработкой интерфейсов. Ну и немножко знаю про образование, скажем так. Надо по очереди по кругу. Ну, давайте. Давай, ты следующий. Саша Патлух. Это я. Работаю в Яндексе практикуме. Руковожу образовательными программами про веб, там, на веб-факультете. Там мы учим веб-разработчиков. Вот. Веб-разработки. Веб-разработки. И непонятно, можно ли учить, тоже важный момент. Или мы все-таки занимаемся образованием в нашем образовательном сервисе. Начинающих, продолжающих. Те, кто меняет жизнь. Те, кто тишейпится. Разные совершенные люди. Тишейпится. Да. Тишейпинг. Найс. Небольшая рекламная пауза Яндекс практикума. Английскому тоже учат, кстати. Все. Спасибо. Это я. Привет. Меня зовут Алена Батицкая. Много чем занимаюсь. Фронтенд-разработчик, фрилансер. И так получилось, что уже седьмой или даже восьмой год занимаюсь онлайн-образованием в разных ролях. Очень этой темой интересуюсь. Вот. При этом. При этом. Так. Меня зовут Леша Симоненко. Занимаюсь образованием тоже восемь лет в академии. Вообще вебов занимаюсь уже больше двадцати лет. Очень давно. Разные видео. Вот. Сейчас стараюсь помочь рынку в первую очередь насытить его кадрами, которых очень сильно не хватает. Когда так. Привет. Привет. Привет, Леша. Привет. Давайте, наверное, с такой базовой темы. Вообще, как обычным людям, которых нет технического бэкграунда, нет того самого образования технического, вообще попасть в IT? Насколько это сложно и как долго занимает этот путь? Леша, наверное, давайте с тебя. Как вообще? Насколько сложно людям попасть изне IT? Насколько долг этот путь? И, наверное, какие усилия приходится прикладывать как со стороны самих кандидатов, которые хотят попасть в IT, так и со стороны образовательных курсов или каких-то сервисов, которые в этом помогают? Ну, наверное, про бэкграунд, да, про который ты сначала спросил. Бэкграунд для IT не так важен на старте. Он неплох и он многое дает тебе, но он необязательный для того, чтобы попасть в IT на каком-то уровне. Ну, опять же, мы говорим про попасть в IT, это вот на какую позицию, где и так далее, так далее. Рынок очень большой, многообразный и все такое. В целом, например, стать верстальщиком, это не такая сложная задача навыков, достаточно компьютерной грамотности. Ну, то есть ты знаешь, что такое компьютер, ты умеешь им пользоваться и все такое. Я бы здесь сразу поделил на детей и не детей, потому что очень разные подходы. Да, согласен. Я, наверное, про взрослых все-таки. Да, ну, мы говорим про взрослое образование скорее, потому что, ну, про детское... Ну, там, студенты. Да, 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 студенты или те уже, кто, наоборот, вообще хотят сменить профессию. Таких тоже много там. Да. С возрастом намного больше, чем обычно студенты. Я выступаю за то, что бэкграунд не так важен для старта. Потом он очень сильно пригодится, если у тебя есть технический бэкграунд, но, опять же, не обязательно. Вот. Это первая часть вопроса, да, что нужно. А вторая часть вопроса, как долго? Да, как долго. Правильно? Ну, опять же, это очень сильно зависит, с одной стороны, от человека, с другой стороны, на какую позицию ты растешь и так далее, и так далее. Но, на мой взгляд, вот стать верстальщиком хорошим, понимающим, что ты хочешь делать. Я беру верстку как базовый пример вот такой вот самой понятной специальности, потому что программирование это немножко сложнее. Ну, я считаю, что сколько? Востребованным верстальщиком за год можно хорошо научиться. Ну, для джуна, хотя бы для джуна. Да-да-да, для джуна. До того, кто что-то может сделать, не задавая вопрос, не подглядывая справочью. Ну, решать задачу. Да, каждые три секунды. В курсы там на неделю, месяц, два я не верю. Они скорее больше про передачу, как-то про информирование. Да, то есть тебя проинформировали, что вот типа джуны умеют делать вот так-то. Умеешь ли ты? Всегда знаю. Ну, я не верю, что ты как бы успел научиться, да. Потому что там нужно все-таки много практики, нужно подтвердить то, что ты это умеешь применять и так далее, и так далее. Да, это все нужно для того, чтобы сверстать простую страничку, казалось бы, да. Вот. Ну, у меня мнение такое. Что делать теперь с этим мнением? Живи с этим. Ну, то есть год. Год, год. Давай подытожим, да? Вы же сказали. Год и верстальщик. Год и верстальщик может делать какие-то... Выполнять рабочие задачи, да. Не все под присмотром старшего товарища, который ему передает или не передает дополнительные знания. Ну, как бы меньше, чем за год это нужно. Или чтобы человек учился сам много и сидел там по 16-20 часов, и как бы ему это было настолько в кайф, что он просто какая-то без сна, отдыха и всего остального, и ему всему учится. Но, как правило, если человек, у него есть какая-то мотивация с одной стороны, а с другой стороны, у него все равно там есть или вторая работа, или семья, или что-то еще. Ну, то есть в комфортном режиме несколько часов в день. Сначала какие-то курсы, потом, может быть, книжки, потом, может быть, какой-то там, не знаю, интернет-сообщество, что-то еще. Ну, год, да, это вполне нормальный срок. Угу, да, согласен. Быстрее можно, но сложно. А я бы сказал, знаешь, как еще, что тут вопрос, да, вот этих типовых задач, которые ты умеешь решать. Ты, правда, можешь быстро, как это, понять, как, не знаю, верстать какой-то маленький блок, да, за короткое время, и только его и делать. Но проблема в том, что… Мы кнопку уже делаем 10 лет в Яндексе, и до сих пор не закончили, поэтому… Да, но, видишь, проблема в том, что ты умеешь делать вот только вот прям один в один. То есть если вот такие требования к тебе приходят, ты решаешь ее только так. Так, как любой джун, ну, в смысле, у тебя есть какие-то базовые знания, ты можешь сделать, как это… Что вы можете делать, могу копать, могу не копать, да, лестницу умеете сделать, нужно долго копать. Ну, вот так, как бы, можете сделать сложный макет, могу, только сначала сделаю много простых макетов, да. То есть какая-то динамика, какие-то там сложные анимации и все остальное, ну, как бы, это тоже все приходит с опытом. Берешь задачу, смотришь, как сделать, идешь, спрашиваешь, читаешь… Про кодинг вообще говорим или про айтишечку? Вот вопрос про что у нас. Мне, кстати, хотелось задать вам дополняющий вопрос. А мы про что разговариваем? Мы говорим про верстку, да, как пример. Ну, я и сказал про верстку. Как самый базовый простой пример. Он простой пример. Да, он простой пример. В принципе, верстка, всего лишь год нужно учиться, простой пример. А если говорить про, например, JavaScript-разработку, то насколько вообще легко стать за год JavaScript джуном с хорошим пониманием базового джаваскрипта и начать уже работать. То есть мы все-таки про кодинг, правильно? Да, про кодинг. Можно я про верстку дополню? Потому что там 8 лет назад верстка действительно была самым хорошим стартом, кажется, в айтишечку в айти. Но сейчас, за последнее время, в ней появилось довольно много всего, и она уже не такая простая. Так, наоборот, многие вещи стали проще. Просто их стало больше. Ты делаешь флексы, делаешь по флексу, а не вот это, когда ты пытаешься решить задачу непонятными способами. Старые сложные задачи очень сильно упростились, но появились новые. Появились новые, и в этом проблема. Надо еще теперь думать про какую-то доступность, про семантику, про анимации, про сложные. Да, гриды, флексы, это же тоже все надо запомнить. Надо еще выбрать. Я думаю, чтобы сильно увеличился объем информации, который нужно потребить для того, чтобы стать верстальщиком. Поэтому простые макеты ты делаешь просто, сложные, возможно. Дело в том, что реализация вроде бы упростилась, появились там флексы, гриды. Их количество, да. Появилось дополнительное требование к внутренней ментальной модели. То, как ты рассуждаешь о лояуте, о том, как ты смотришь на макет, как ты про него думаешь, и что берешь в расчет при его осмыслении. Если лет десять назад вообще, как бы смотря на кнопку, можно было, ну, забыть про фокусы, как бы, вот, то сейчас у тебя уже на подсознании должна быть так, сколько там состояние чекбоксов должно быть у дизайнера отрицовано. Если ты профессиональный верстальщик, ты не можешь это отодвинуть на второй план. И у тебя, как бы, твой изначальный сетап, если ты хороший профессионал, к нему требования выше. Хотя, да, ну, на грядах запилить макет проще, по факту. Но, как бы, вот эти вот пререквизиты, с которыми ты подходишь к макету, кажется, они разрослись. Ну, скажем так, тебе нужен год или, может быть, чуть больше или чуть меньше для того, чтобы, в принципе, понять, это твое, не твое. То есть ты берешь какой-то базовый курс, его проходишь, начинаешь делать какие-то простые вещи. Если втягиваешься, то идешь дальше. Ну, там, состояние кнопок и все остальное. Не втягиваешься, окей, ты понял, что это не твое. Я возвращаюсь к вопросу, кто сказал про JavaScript? Ты сказала про JavaScript? Да, я сказала про JavaScript. Ну, это же, это же все-таки программирование, ну, в смысле, тут, как бы, предел бесконечность в скиллах и всем остальном. А, ну, минимум, наверное, тот же год. Я согласен. Как бы, базовый, что ни возьми, куда ни кинь, как бы, все, как это, стол с распродажей и все по 100 рублей, да? Вот так же самое в образовании, все по году. У меня тогда такой вопрос. А, то есть нам нужен год для верстки, год для JavaScript? Или их можно скомбинировать, или как-то, не знаю, полгода учить? Ну, вот я, кстати, не считаю, что нужен год для верстки для старта. Вот здесь, как бы, я, чтобы стать профессиональным, востребованным, крутым верстальщиком, да, меньше года не нужно. Подожди, мы говорим пока про джурнал. Про джурнал. Крутым, профессиональным, востребованным джурналом. Который нужен всем. Что это значит? То есть это, когда ты приходишь, ты спокойно проходишь практически любую секцию касательно верстки, да? Но дело в том, что, во-первых, сама профессия, кажется, верстальщикой, ну, имеет сейчас несколько шаткий приоритет там в сообществе, потому что все-таки веб-разработка джаваскрипт-центрична, но давайте согласимся, сейчас мир такой, что все пишут на реакции, как бы. Смотри, специальность-то может быть, да, но навыки верстки никуда не ушли. Это факт. Верстать-то кто будет? Очень важно, конечно, конечно, очень важно верстать. Ну, просто ты год такой потратил на верстку, вышел на рынок и не нашел себе применение. Нет, потому что у тебя будут куча тестовых вариантов. Не только продуктовые компании, вы не забывайте, пожалуйста, что не только продуктовые компании существуют на рынке. Огромное количество веб-студий, агентств. Кто это все делать будет? Этот рынок никуда не исчез. Там и не нужен год для того, чтобы веб-студии... Подожди, а это уже пишут на реакции. Стойте, это про другой вопрос. Это, то есть, вот я в год... Нет, ты что? Смотрите, в Wordpress и Bittrex еще есть. Смотрите, я в год закладываю что? Хороший фундамент, от которого человек может расти дальше. То есть, да и правда, можно там типа за месяц понять, как с помощью jQuery, я не знаю, собрать что-то странное. И типа, и все окей. Ну, я... Он жив, живее. Живее, живее. Мы на здоровье. С соловянством говорим сейчас. С соловозраст. Вот. И окей. То есть, это вполне возможно. Я же говорю про другое, про то, что вот человек хочет в свою карьеру вложиться, и для этого ему нужен старт-то нормальный, фундаментальный, чтобы к нему не возвращаться. Он может пойти работать в студию, хотя он мог бы пойти в продуктовую компанию, да, работать, но тут же не каждый... Не мог бы. Сразу с нуля, не имея бэкграунда, очень сложно. Ну, согласен, просто продуктовая компания тоже разная есть. У продуктовых компаний есть, например, не знаю, маркетплейсы, которые нужно заполнить огромным количеством лендингов. Такое же тоже есть. Не у всех есть конструктор. Ну, то есть работа, она очень сильно фрагментарна, и специальности очень сильно фрагментарны. Вот. Поэтому да может он найти работу. Ну, окей, и все равно, я считаю, что верстке можно уделить гораздо меньше времени, чем год, и начать учиться программировать, и ты повысишь свои шансы трудоустройства. То есть ты можешь разобраться и построить отголоски ментальной модели верстальщика у себя в голове, вдохновиться на то, что да, я буду дальше бесконечно, возможно, расти в сторону доступности, семантики и всех вот этих вот прикольных слов, которые мы любим. Вот. Но там после первых четырех месяцев понимания, как работают флексы, лояут, позиционирование, может быть, там, 2D анимации, не углубляясь в 3D анимации и прочий вот этот вот сетап, вот, переходить и изучать JavaScript, и это повышает твой шанс трудоустройства просто. Вот. Да, через год ты, возможно, станешь не таким крутым верстальщиком, вот, но ты станешь, возможно, более потенциально трудоустроенным начинающим разработчиком. Потому что ты обретешь, ну, понимание святая святых, господи, программирование, вот. Боже мой, оно же так важно для всех сейчас, вот. И QGerry, GQuery. Тоже, он живее всех живых. Маски для форм на реакции, да, вспомним про них. Отвечая на твой вопрос, да, можно. Прекрасно. А каким образом вообще это можно сделать, и каким образом это лучше всего делать? Вообще, как? Научиться? Да, научиться. Начать учиться, да? Получать то самое образование. Ну, не знаю. Проще ли пойти на курсы, например, профессии, где тебя буквально за, там, полгода или год проведут за ручку и научат буквально всему, заплатив много денег при этом, естественно. Или достаточно каких-то видео на YouTube, которые, в принципе, тоже в целом могут давать какие-то фрагментарные знания? Ну, это как со спортом, но ты же можешь дома купить гантельки или йога-коврик и заниматься. Но почему-то для большинства людей эффективнее ходить в зал, где есть тренер, который будет за тобой наблюдать, скажем так. То есть ты платишь на тех же самых курсах много денег ровно для того, чтобы кто-то был, кто тебя мотивирует, заставляет, направляет там и так далее. Хотя ничто не мешает тебе заниматься йогой и гантельками дома и точно так же смотреть курсы на YouTube. Просто очень немногие могут это делать самостоятельно. Я, кстати, продолжу эту аналогию, потому что есть заготовленная фразочка. То есть самостоятельно хорошо получается у ментальных атлетов. Ментальные атлеты, они как бы ставят себе цель и ее достигают. Им неважно как бы с курсами, без курсов, насколько токсичная среда вокруг них. Вот вижу цель, не вижу препятствий. Такие люди есть, таких много. И в целом для таких людей не нужны какие-то вспомогательные платные инструменты. Действительно, там весь контент, он общедоступен. И такие люди способны тратить дополнительные усилия на сортировку плевел и зерен, выбирая, что для них сейчас полезно, построение своей образовательной траектории. Их не надо мотивировать. Для многих людей, например, важна социальность и коммуникация при обучении. Для многих людей важна система дедлайнов, поощрений, какой-то вот этой вот дополнительной вещи. Кому-то важно, чтобы процесс вот этой вот сортировки был проведен за них, чтобы они не тратили время. Ну, хотя, положа руку на сердце, при изучении кодинга все равно времени надо будет тратить много дополнительного. То есть ты можешь его лишнее тратить? Да, да. В смысле, делать не то. Делать не то. Ну да, делать не то. Ты можешь очень долго и упорно бежать не в ту сторону. Угу. Это правда. Ну, например, чуть-чуть. Ну там, не знаю, тебе нужно научиться бежать в стометровку, а ты, не знаю, что-нибудь. Прыгаешь в растетку делаешь. Что-нибудь, да. Мне, кстати, понравилась эта аналогия сравнения курсов по программированию и спортзала, потому что есть в последнее время тенденция такая, что, ну, все же знают парадокс спортзала, да, когда люди покупают абонемент туда, а потом перестают туда ходить. Знаешь, сколько таких на курсах по программированию? Знаю. Знаю я. Не меньше. Не ради красивого словца это сказала. Я знаю, поэтому это, кстати, то, что бы хотелось поменять, да, чтобы больше людей заканчивали. Может быть, из-за таких людей курсы и живут, и выживают до сих пор. Безусловно, это бизнес-модель. Ну, правда, но как-то я… Если бы все, кто купили абонемент, ходили, представляешь, сколько, как бы, тяжело было бы на курсах. Да, и в спортзале тоже, да? Да, да. Но как-то, я не знаю, хочется верить в лучшее будущее и как-то немножко менять это… Я отошла, простите, от основной темы. У меня тогда вопрос наброс. А можно ли курсы заменить, например, менторством каким-то личным? Если брать ту же самую аналогию с тренером, ходить на групповые занятия или пойти… Ну, ходить к личному тренеру всегда дороже. Можно. Просто дороже. Мне, знаешь, чего кажется? Что тут вопрос уровня, да? На базовом уровне в самом начале выгоднее, на самом деле, не к личному ментору идти, а к… Типа, к группе, скажем так. Потому что к личному ментору ты должен уже уметь задавать вопросы. А как ты их будешь задавать? Ты еще как бы не можешь это делать. Да ты ничего, ничего не умеешь идти к личному йога-тренеру бессмысленно. Да. Потому что он тебе скажет, ну вот гнись так, гнись так. А ты то же самое можешь сделать в группе, не платя деньги за личные эти… дома по YouTube, да? Чтобы создать напряжение за столом, я скажу слово софт-скиллы и командная работа, которые не работают в команде с ментором. Безусловно, это классный формат, он проверен временем от мастера под мастерью, есть зоны, где это лучше всего работает. И, ну, там, изучать хард-скиллы под каким-то там индивидуальным надзором с индивидуальными рекомендациями – круто, мне кажется. Тебе надо всего лишь 20 лет под индивидуальным надзором у мастера, чтобы под мастерья стал мастером, да? 20 лет? Ну, нет. Это чуть-чуть… это чуть больше, чем… чуть меньше, чем мне. Слушайте, а давайте я тоже накину, ну, продолжая, Саша, на вопрос. К нам же могут всегда, вот, я не знаю, наши зрители прийти и сами сказать, а вы же сами-то без курсов стали. Без вот этого всего и нормально, смотрите, вот я вас смотрю на YouTube, теперь вы рассказываете про фронтенд, все же хорошо произошло. У меня очень много менторства было в моей жизни. Моё образование программистское, ну, 5 лет в школе. Ну, в смысле, я бы не сказал, что это очень быстрый опыт. Ну, то есть он плавный, комфортный и всякое такое, но это и внешкольное образование в течение 5 лет. Ну, и там… То есть ты как раз говоришь про время, про… Это про время, да. Это про время и про плавность хода. Ну, то есть понятно, что начинали мы там с бейсика, закончили ассемблером, пройдя через там паскаль С и С++, но это не быстрый процесс. И это, ну, в смысле, не каждый себе входящий в профессию может позволить там 2-3-5 лет не спеша обучаться. Ну, то есть такие люди наверняка есть, кто-то там… Ну, то есть это возможно? Ну, как о чём говорят мужчины, когда он говорил, я за 10 лет выучу вот тут сколько, 40 слов французского языка, да, просто повторяя по одному слову в течение очень… Ну, то есть это возможно, но это не… ну, не какой-то общий кейс. Угу. То есть всё-таки обычно человек такой говорит, так, всё, я вот решил заняться этим, где тут куда копать? Угу. И он что-то начинает делать в любом случае. То есть это курсы, это там индивидуально, это строя ментальную модель, не строя ментальную модель, но ему всё равно нужно что-то делать. Он не может… Вообще-то не просто… Ну, ты как раз раскрыл мой тезис, я как задал, чтобы ты ответил именно так. Ну, потому что, да, по сути, смысл курсов в том, что мы все и правда, когда начинали, ну, вот Саша говорит, что у него был ментор, а у меня не было ментора, потому что тогда не было менторства, у Виталика тоже не было, это школа была. У меня тоже в школе было что-то там, перфокарты делали, ну, паскаль, бейсик, всё то же самое. Вот. И это просто очень долго, вот этот вот турбо-паскаль. Понимаете? Это очень долго. А курсы, они просто вот это вот всё… Ну, они тебе сокращают. Ты… ты за счёт денег покупаешь время. То есть ты или… там же вот этот вот всё время баланс время-деньги, ты как бы… Качество там ещё есть основные трети. Надо же выбрать… Кто говорит… кто говорит о качестве, когда мы идём от нуля к джунну? Ну, в смысле… Тут или время, или деньги. Вот я, кстати, тут отмечу, что, ну, классный момент. Я тоже, получается, вкатываюсь очень долго и… и медленно. И сейчас я начинаю думать об этом. А может быть, я из-за этого вообще-то быстро-то вкатываться и не умею. То есть вот я наблюдаю каждый день за студентами в практике, кто изучает веб-разработку. Они огромные, массивы новой информации, в них въезжают просто, ну, для меня с феноменальной скоростью. Вот. Я бы, наверное… ну, может, я старенький. Вот. Ну, как бы… вот. Я бы так не заточил. Но мне кажется, что я когда начинал там вот это вот всё верстать… Ну, массива не было такого. Я, да, я так быстро не вкатывался. Вот. И, может быть, это как раз вот эта система, что не было для меня какой-то структурированной подачи, которая бы мне позволяла это делать в таком темпе. Она меня не научила так адаптироваться… Быстро, быстро поглощать. Быстро, быстро поглощать. Может быть, я из-за этого менее крутой фронтенд-разработчик тем, чем те, кто сейчас учатся. Потому что они могут адаптироваться быстрее. И просто потому, что они уже изучают фронтенд, например, в этой модели, где всё нужно изучать с такой скоростью, с таким объемом. Они могут гораздо быстрее бежать не в ту сторону. Да, да, да. Там ещё там типа свет, свет, классный фривор. Погнали, да? Да. А тогда такой вопрос. Вот я, например, начинала верстать ещё в школе, и у меня техническое образование, магистры технических наук. Я считаю, что это техническое образование даёт тебе не глубину знаний, а широту теоретических знаний. И это позволяет тебе на начальном уровне, возможно, ничего не даёт, но потом, в дальнейшем, ты действительно можешь быстрее вырасти из жена в сеньора. Потому что у тебя есть бэкграунд какой-то такой на других языках. Тебе есть чем сравнить. У меня такой вопрос. Насколько классическое наше образование, оно вообще отличается от того, что даёт на курсах, и насколько оно полезно для новичков? Потому что, ну, есть же там вот модель найма, где ты нанимаешь студентов третьего, четвёртого курса технических вузов, и в целом она работает. Нанимаешь их стажёрами, и там через пару лет они уверенные джуны, если не там начальные меды. Нет бесполезного образования и опыта, это факт. Всё, что ты знаешь, всё, что ты прошёл в своей жизни, оно тебе пригодится в новой профессии, чем бы ты не решил заниматься. Вообще разделение на технические и гуманитарные образования, и там очень часто любят говорить, у меня гуманитарный склад ума. Меня всегда немножко так корёбит от этого, потому что нет такого понятия, чтобы мозг был гуманитарный или технический. Вот я, в принципе, за любое образование, если человек считает нужным потратить на него время. Оно пригодится. Я где-то читал прикольную фразу о том, что... Это чужая фраза, прям ворую. Что раньше гуманитариями называли людей, которые отлично разбираются в истории, в литературе, ну, и в разных других гуманитарных дисциплинах. А теперь просто гуманитариями называют тех, кто не разбирается в математике. Обидно. Но в этом много правды. Вот. И мне кажется, что техническое образование дает человеку на входе огромный бонус в плане той самой ментальной модели, с которой люди заходят. Так скажи, почему обязательно техническое? Любое, ну, там, условно высшее образование, оно же направлено не на то, чтобы тебе получил какие-то конкретные знания, с которыми пошел на завод. Тебе высшее образование учит работать с массивами информации. И это не обязательно, там, не знаю, математика или физика. Ну, система построения императивных конструкций. Я здесь тебя поддерживаю. Сложно говорить. Давай, наверное, на простом объясню. Я помню, как я начала вот, ну, прям программировать, программировать только в универе. Я помню, насколько мне было на первых вот семестрах именно программирование, насколько менялось мышление. Я замечала это за собой. И вот именно вот такое, мне кажется, такое изменение мышления, того, как ты можешь еще по-другому мыслить, оно вот и дает вот это вот образование на курсах, либо это техническое образование в вузе. Ну, смотри, даже у тебя с техническим образованием менялось мышление. Да. Какая разница, какое у тебя образование, у тебя все равно будет меняться мышление. Можно, вполне. Но мы говорим как бы про программирование, про IT. И мне кажется, вот я, мое личное мнение, можете меня за это побить тапками. Люди с техническим образованием, пусть они не самые лучшие студенты были, а это большинство студентов, у них все равно есть дополнительный бонус. И это классный бонус, на который в том числе смотрят работодатели. Это факт. Ну, я с тобой согласен, но не обязательно техническое. Ну, в смысле, это любое высшее. Если человек филолог... Он будет просто в других вещах. Ему будет сложнее, с одной стороны. С другой стороны, ему будет в некоторых вещах проще. То есть, но у него все равно есть умение работать с массивом знаний. Я один раз видел, какие скрипты пишут на Пайтоне ребята с факультета структурной лингвистики МГУ. Это чума. Вот. То есть там, как бы, это абсолютно негуманитарная дисциплина. Негуманная даже. А давайте я вкину. Я как понял, у тебя есть высшее образование, у Виталика есть высшее образование. Саша, а ты кто по образованию? Да. У Саши есть. Но у меня не техническое. Я понял. А я просто хочу, как пример свой, рассказать. У меня нет высшего образования. И я согласен с Виталиком, что высшее образование, оно нужно для того, чтобы в первую очередь научить учиться. Да, у меня есть, как, один год высшего образования. И я согласен, что там и правда именно давали, опускали тебя в среду, погружали тебя в среду, где тебе приходится очень много информации, знаний находить самому. Ну, то есть тебе просто дают задание, и ты такой, а где мне узнать? Ищи, библиотека есть, иди читай. Особенно, если ты перед этим пропустил первые три пары. Да, да, потом дальше. Я просто к чему этот тезис? К тому, что да, ты права, когда говоришь, что техническое образование тебе дает много плюсов в будущем, но это еще не отменяет того, что не техническое образование без технического образования, без образования высшего, ты сразу такой, ну, а я, значит, уже точно кассиром, и как бы это не для меня. Не совсем так. Ты же понимаешь, да? Я полностью с тобой согласна. Во-первых, есть у нас разделение, да, есть инженерные позиции, где без хорошего образования никак. Там очень много, ну, нужно, чтобы у тебя в голове сложилось для того, чтобы… Ну, какие-то базовые вещи, ты, как минимум, ты должен с такими же инженерами говорить на одном языке. Да. И когда они говорят какие-то условно термины, ты их должен знать и понимать. Да. А эти вещи, они часто в универе закладываются. Согласен. Ну, на мой… Когнитивные искажения, что-то, подожди, массив данных, да. Я здесь специалист по сложным словам, что… Ну, получается так, Саша. Я репутацию сложил. Смотри, я вообще без образования. Нет, то есть я максимально просто буду говорить, знаешь, для обычных рабочих людей. Для таких, как мы с вами. Ну, давай, Лёх. Да нет, я просто про то, что, смотрите, инженерных позиций, я не считаю… Вот если взять рынок целиком, то инженерных позиций, на мой взгляд, там, пять, ну, максимум десять процентов. Все остальное, это как бы… Ты имеешь в виду хардкорных инженерных позиций. Которые находят новые решения. То есть я считаю, что большинство работы, которые у нас есть в IT… Условные архитекторы. Да. Это не про… Вот большинство работы. Это не про поиск новых решений. Это про поиск известных решений и применение их в решении текущей задачи. Вот это большинство работы. И для этого инженерных навыков не нужно. Двигать зеленую ссылку по экрану на два пикселя вверх, на два пикселя вниз. Это крутой поинт. Но ведь, согласись, можно сначала владеть навыком той же верстки, да, там, базового джейса, пойти работать. А потом, когда ты понимаешь, что ты хочешь расти до, там, инженерной позиции, пойти получить образование. То есть можно местами просто перестать. Да, 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 можно. По-моему, пойти на ютубе посмотреть лекции. Да. Ничего не понять. Нет, почему? Ну, есть же куча вопросов. Нет, просто это во времени очень будет растянуто, то есть ты будешь постоянно обогащать свои знания какими-то вот, какими-то знаниями, которые ты пропустил из-за того, что ты не был в универе, или у тебя были какие-то гуманитарные науки в универе, тебе преподавали. Ты, там, по алгоритмам пойдешь подтягивать знания, по математике подтягивать знания. Это все возможно. И я просто пытаюсь дать надежду тем людям, у которых нет высшего образования прямо сейчас, и они хотят пойти в IT. Так вот, я для них пример явный. Смотри, вот, у меня нет образования, и я программист. Главный поинт, который нужно понять вообще, в принципе, про IT, если вот человек с нуля хочет войти в IT, и войти в IT как прямо. Да. Важно понять, что учиться придется потом всю жизнь. В смысле, или ты остановишься на какой-то позиции, и дальше будешь, там, вот эти вот пиксели двигать вверх-вниз, и никуда дальше не двигаться. Если ты хочешь дальше двигаться, учиться придется всегда. А я тебе, прости, перебью, расскажу историю. Вот буквально недавно была, у нас в академии бывает иногда лайва, мы, по сути, берем ребят из разных компаний и показываем им, ну вот как устроена работа в разных по типу компаний, в банке, в продуктовой компании. А это программист в банке, посмотрите. На самом деле, ты будешь смеяться, но даже вот по коммуникации ты чувствуешь вот как подходы разные. Так вот, у меня недавно был лайв с системным архитектором из ВТБ банка. И это уже мужчина, потому что ему там... Борода, свитер, растянутый, нет? Нет, нет, он нормальный, выстритый, высший. 40 плюс лет он на инженерной позиции. Он говорит, что у него сейчас выстроено все таким образом, что он... У него суббота посвящена семье, детям и так далее, а воскресенье посвящено полностью его самообразованию. Он системный инженер, он как бы вот для нас, он вот... Все, все, небожитель, да? Да, 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 он уже там. А он до сих пор каждую неделю занимается самообразованием. И у него техническое образование. То есть это не про то, что если у вас нет образования, вы теперь будете всегда учиться. Даже если у вас есть образование, вы будете всегда учиться. Не важно, есть у вас образование, нет у вас образования, вы всегда будете учиться. Ну я бы, кстати, не выделяла IT как ту область, в которой вы единственные, нужно будет всю жизнь учиться. На самом деле, типа, множество специальностей, в которых ты должен будешь все время учиться. Не, ну просто есть множество специальностей, где ты можешь не учиться. Ну просто приведу пример, как бы вообще не из IT. Там у меня бабушка, у меня вся семья электрики. А бабушка была там надзорным электриком, которая ездила по всей области. И она сдавала экзамены и читала новые учебники каждый год. Ну то есть она по факту все 40 лет, пока она была на этой должности, она училась. Потому что там что-то новое все равно появляется. Ну много где меняется, врачи, психологи, много специальностей. Это пример из того времени, когда еще не было вот такой вот гонки информации, да. То есть уже даже тогда это как бы нормой было. Просто войти это все быстрее. Да, ну не знаю, инженер-строитель. У тебя эти фреймбоки появляются, пока ты там, не знаю, сходил на обед и вернулся. У тебя уже три новых фреймбока. Мы начали с выбора между гридами и флексами. Когда у нас стоял такой выбор? Берешь онлайн-блоки и все. Какие флексы, какие гриды? Ну или таблицы, если пролетали. Ну это в зависимости от того, с чего вы начали. Хочется сказать, что вот, на самом деле, кажется, очень ценный навык, который вот во время получения образования ко мне пришел, его можно было бы получить и без образования. Это то, что как бы тупить вместе привлекательнее и эффективнее. Вот. Ну то есть я действительно во время, вот, просто у меня есть основное образование, потом еще магистратура была, то есть я долго как бы учился. И за это время я все время нещадно эксплуатировал как бы вот это знание о том, что вместе в коллективе прикольнее делать всякие штуки. И это, на самом деле, какой-то основной, наверное, вывод от всего этого образования, которое я вынес. Его можно было бы, наверное, без всех этих поток университетских получить. Ну то есть университетская среда, она все-таки про, как это, soft skills и collaboration в некоторых моментах. Да, да, да. И про то, чтобы затащить что-то большое к какому-то определенному вот моменту, с какой-то большой зоной ответственности твоей, но распределенной на какое-то количество людей. То есть вот эти всякие лабораторные, там, коллективные курсовые работы. И там, где тебя вынуждают сталкиваться вот с этой реальностью, где ты... Господи, как это сложно, как это вообще затащить. И вы вроде потихоньку там с друзьями начинаете... Да, это все раскручиваете, все получается. Вот этот опыт, он потом незаменим, в том числе там, ну, в айтишке очень это важно. Потому что мы сейчас работаем над такими сложными системами, которые в одиночку, ну, не затаскиваются. Потому что для того, что затаскивается в одиночку, со временем придет Тильдер и Димак и займет эту нишу. Вот. Но для которой тоже нужны будут разработчики, которые будут там делать. Но это уже большая система, которую в одного не затащить. Кто-то клином идет, там, один-два-три человека на острие делают что-то новое, а потом все равно большое количество людей это масштабирует и приводит к чему-то. Ну так, кстати, вот софт-скиллы сейчас в данный момент времени очень актуальны, конечно, для разработчиков. А есть курсы про софт-скиллы? Да. Есть курсы про софт-скиллы. Да, я знаю точно, делаются. Я в них не верю, кстати. Да, давайте вот это немножко сложный. Две минутки про софт-скиллы и курсы, да. Как бы учить софт-скиллам можно, нельзя, очень большой вопрос. И вот мы в практикуме, мы как бы не учим софт-скиллам. Потому что я по тебе, например, вообще не представляю, как это возможно. Да. Но мы постоянно задаемся вопрос, как в нашу вот эту среду инкорпорировать какие-то практики, создавать опыт, где эти навыки будут обязательными для того, чтобы получить какой-то успех. То есть у нас там, например, есть длинная программа веб-разработчика, где там такая сущность, есть проектные месяца. То есть люди вообще не учатся, они только делают вместе проекты. И в этом процессе мы придумываем какие-то дополнительные коммуникационные активности, декомпозиции. А вы их прям вкидываете? Через сопровождение производятся какие-то элементы скрама, описываются. То есть элементы разбиения задач, декомпозиции. Это же не софт-скиллы. Вот здесь это очень дискуссионная тема, что это софт-скиллы для разработчика. Это точно не про обучение софт-скиллам. Вы просто их погружаете в ту самую среду, где, по идее, вот, типа, если они будут взаимодействовать с друг другом, у них там навыки коммуникации, возможно, повысятся. Я понимаю о чем-то, но при этом мы еще и какие-то материалы тоже вынуждены давать. Например, там, если мы говорим о каком-нибудь тайм-менеджменте. Это, ну, софт-скилл, и при этом существует некоторая теоретическая штука, которая тебе поможет ее освоить, и ты ее, как бы, передаешь, транслируешь контент. Я здесь, скорее, про софт-скиллы говорю, про умение общаться с другими людьми, про умение доносить... Про токупассовые ты имеешь в виду? Про коммуникацию. Нет, про коммуникацию именно доносить критику, так, чтобы она доходила, да, чтобы это не было, там, токсично. Про это тоже можно как бы транслировать этот контент, каким-то образом тоже можно рассказывать. Но овладеешь... Помнишь, про образование и обучение говорили? Да. Это не образование, это не обучение, это информирование. Ты и правда можешь это сделать, но ты не образовываешь человека. В этом, вот, софт-скиллы, это то, что человек должен сам хотеть и мочь. Знаешь, что мне кажется? Эта история всегда более-менее хорошо заходила на тренингах, на оффлайн-тренингах в малых группах, там, где тебя погружают в место, где ты не можешь не начать применять это, иначе у тебя ничего не получится. И как бы тебя не выпускают оттуда, пока ты это не тренируешь. Перенести это в онлайн, вот это самая большая загадка. Потому что в онлайне все рушится сразу, у тебя ничего не работает. Ну, мы же не говорим только про онлайн, да, мы говорим в целом про среду обучения и все остальное. Ну, как-то так вышло просто, что у нас у всех больше онлайна опыта. Поэтому мы... Мне так вышло, что вот уже все скоро станет онлайн, потому что страшно. Именно поэтому в универе-то, почему Саша про это говорил, вот там софт-скиллы и правда подтягиваются хорошо. Ну, потому что у тебя среда такая. Потому что ты вынужден. Да, да. То есть это не то, что где тебя, давай вернемся к тому, с чего начали, где тебя дрессируют, да, ты не можешь надрессироваться софт-скиллам. Ну, в некоторых случаях, наверное, можешь, да, если тебя там... Каким-то. Да, каким-то. Будь вежливым, да, говори спасибо. Будь вежливым подумал, мне кажется, очень легко. Вот это тренинг. Ну, извините, да. Мы обязаны прийти. Ну, то есть можно каким-то вещам, но это как бы человек... Софт-скиллы — это все-таки про то, что как бы про внутренние как-то банальные вещи, да, это внутренний все-таки мир человека, как он общается с другими, как он себя ощущает вместе с другими и так далее. Все-таки это можно корректировать, это можно направлять. Через какую-то рефлексию он должен к этому доходить. Да, это всегда через призму, всегда через зеркало какое-то. В этом смысле работа в группе, в оффлайновой группе, да, она всегда быстрее. То есть у тебя зеркало с обратной связью мгновенной, да, тебя как бы... Ты видишь. В онлайне, конечно, это все растягивается на вот те самые годы, да. То есть если ты можешь, в принципе, сидя дома в онлайне софт-скеллироваться, но это будет очень... У тебя изначально талант был к этому, значит. Да, да. Ты должен быть вот тем жадным, да, человеком, который... Вижу цель, не вижу препятствий. На самом деле, мне кажется, софт-скиллы — это не что-то идущее из вне человека. Это сейчас уже необходимый навык, который... Без которого ты просто не будешь повышаться. Ну, то есть ты можешь прокачиваться в скиллах, но продвигаться по карьерной лестнице без этого ты уже не сможешь. А почему ты, кстати, говоришь про сейчас? Это же... Ну, сейчас об этом больше говорят, но это же всегда... Вспомню вакансии десятилетней длинности. Нет, подожди, ты всегда мог быть... Коммуникабельность. Ты всегда мог раньше быть угрюмом... Просто тогда это назывались вечностные качества. Да, да, да. Нет, просто раньше... Раньше ты мог быть, как это, угрюмым программистом, который сидит в углу, ни с кем не общается, и выдает результат на гора. Ровно, да. И во многих компаниях такие, как бы, люди были и приветствовались. То есть вот он дает результат, все. Сейчас же... Не трогайте Петю. Да, он работает, да. А сейчас у тебя очень много продукта делается вот именно вот в этом вот общении. И ты просто физически не можешь, будучи тем самым вот угрюмым, необщительным человеком, делать продукт. Ну, то есть какой-то продукт, наверное, ты делать можешь. То есть мир многообразий найти, в принципе, многообразный. В одного можно. Где-то тебя все-таки будут терпеть. Да, где-то тебя будут терпеть ровно за твои вот хардскиллы. Но если мы говорим про, там, ну, какую-то большую IT-индустрию, про, там, не знаю, мир разработки больших продуктов, софта и всего остального, тебе нужно, там, не 50 на 50, но в каких-то пропорциях тебе нужно развивать и то, и другое. То есть тебе нужно и уметь общаться, и уметь слушать. И если ты растешь по карьерной лестнице, как там темлит-руководитель, ты должен мочь и... Ну там ты вообще... Да, ты должен и понимать людей, что они делают, и направлять людей. То есть как бы... И мотивировать. Там вот начинается вот эта вот вся чехарда с психологией и всем остальным. А люди такие сложные, да. Программирование на людях, это, пожалуй, самая сложная задача в IT. Вот давайте представим наш абстрактный джун или джуны. Они вот получили свою первую работу. Как дальше расти вообще? Куда идти? Вообще должен ли работодатель следить за этим? Или это ответственность самого кандидата? Что дальше делать? Кто хочет, чтобы ответил? Кто? У кого есть интересная мысль? У всех прям глаза загорелись, я вижу. А мы говорим про джуна или мы говорим про стажера? Потому что все-таки немножко разные вещи. А в чем разница тогда? Ну вот смотри. Бывают люди, которые... Поговорим про стажера, да. Стажер, допустим, человек учится в университете. Он там каких-то знаний где-то, неважно, на курсах, не на курсах нахватался, он пришел в там... О, я вижу там, не знаю, программа стажировки в Яндексе. Прошел наши чудесные там три собеседования. Три? Стажеру три. Должен быть очень замотивированным, да. И поступил на работу в компанию. Отработал три месяца, понял, что он не может или про него поняли, что он не может. Он ушел дальше. Вот после этого он, наверное, становится джуном. То есть у него есть какой-то опыт. То есть у стажера не обязательно есть практический опыт. То есть ты можешь быть там... У некоторых джунов тоже нет практического опыта. Ну, а как тогда тебя называть джуном? И как тогда оплавиться на вакансию, если ты такой тип? Вакансия начинающий разработчик. Нет, тут, наверное, от компании сильно зависит. Да. То есть смотря, какие типовые задачи в компании ждут от джуна. Ну, то есть типа он может с ними справиться или нет. Я не знаю. Я рассматриваю обычно джуна как человека, который уже может делать какие-то задачи. Ты ему даешь задачу, смотришь, что получилось, контролируешь, направляешь. А это от компании зависит. Опыт разный бывает на самом деле. Опыт разный. Просто в некоторых случаях ты можешь прийти на стажировку, имея только теоретические знания. Ну, ты не знаешь, тебя в университете научили там двум-трем скольким языкам программирования, ты там лабы поделал, пойду постажируюсь. Ну да, это лучший пример, да. Собеседование ты прошел, потому что ты умеешь решать академические задачи. Ну, ровно те, которые у тебя в университете. Ты смог ответить на какие-то теоретические вопросы. А дальше ты приходишь на производство, а на производстве у тебя гид, у тебя скрам, у тебя планирование, у тебя legacy, у тебя дизайнеры, у тебя менеджеры, ну, в смысле, у тебя производство. Еще софт-скиллы нужно качать. Еще и софт-скиллы подкачивают. То есть у тебя есть набор знаний, как программировать, и ты пришел стажироваться в программировании. Но если ты это делаешь на производстве, то там от программирования, ну вот, 10%, все остальное — это производство. Ну, в смысле, все процессы и все остальное. Ну, если мы говорим, не знаю, про какие-то большие компании, то есть я, допустим, опыт у меня про Яндекс. Ты приходишь в Яндекс, ты стажер, ты такой, мне тут нужно два дня читать Вики только для того, чтобы просто начать что-то делать. Да, а потом уже дальше это. А вот ты получил какие-то навыки, умение работать на производстве, после этого, ну, как у меня в голове такая картинка, что ты из стажера становишься джуном. То есть ты можешь решать задачи, тебе там, не знаю, дизайнер говорит, вот здесь макет поедила сверстай, и ты его такой примерил, сходил к своему старшему, значит, наставнику спросил, а вот это так, а вот это так. Он тебе сказал, да, действительно, вот делай, и потом принял у тебя задачу. Ты становишься джуном, а у нас вопрос какой был, как от джуна расти дальше, да? Да, и кто должен этим заниматься? Да, кто должен этим заниматься? Ну, в любом случае в образовании ответственность самого человека, который образовывается. Ну, в смысле, ты не можешь вытянуть, как там, как Мюнхгаузен, да, себя там, из болота тянул сам себя за это. В смысле, никто тебя не вытянет выше из джуна в, как это называется, в мидл. Ну, в следующем, как расти, да? Ну, короче, в следующего уровня джун плюс, да? Да. Ну, то есть ты не можешь перейти из состояния джун в джун плюс или там в мидл, не образовываясь. Ну, как бы, ну, то есть ты должен делать задачи, и дальше, наверное, как это, курсы для джунов плюс. Или ютуб, ютуб для джунов плюс, в смысле. Это забавно. Вот раньше у нас же как-то в старых специальных было же вот этот окарь первого разряда, второго разряда. Вот куда мы ушли, джуны, джун плюс? Ну, мы к тому же, у нас грыды. Первого разряда, второго разряда. Разработчик, там, определенного уровня. В смысле, те же самые циферки, только другие. Ну, вот. Вот это хорошая была практика. Ты предлагаешь программист первого разряда, программист второго разряда. Вот к этой вернуться, да? Хорошая система, она же работает. Причем можно сертификацию ввести. Она же должна быть унифицирована между разными производствами. Да, 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 да. На самом деле это большая проблема, потому что все по-разному понимают. Джун, Мидл, Синьер. Просто ты же не можешь это стандартизировать как с токарем, потому что у токаря, у него все-таки там какой-то определенный набор. А у нас нет. А тебе не кажется, Виталий, что в этом и проблема? Что, на самом деле, я просто давно про это говорю, что из-за того, что у нас не стандартизированы подходы к знаниям, к работе, к навыкам в IT-специальности, а у нас часто плохо. В чем плюс? В том, что мы можем все очень быстро двигаться. Я здесь вижу и минусы. Потому что, не знаю, вот есть какой-нибудь там official certification от Oracle. Ты можешь пройти все эти Oracle сертификации или там по Яве или еще почем-то, и потом не уметь делать задачи. То есть ты приходишь к своему работодателю, говоришь, у меня есть там официальный сертификат от Явы, официальный сертификат от Oracle, и вот я тут еще прошел Microsoft-курсы Windows PC, но ты не умеешь решать практические задачи. А ты считаешь, что у человека как-то программиста первой категории это есть. То есть, мне кажется, ты не сможешь это формализовать, так чтобы потом между компаниями это принялся как отраслевой стандарт. Я с тобой согласен, но согласись, в этом много проблем. Потому что вот представь мир, в котором вот как со строителями мостов. Все четко понимают, в какой категории строитель моста тебе нужен. Можно нанимать строителя мостов, не проводя четыре собеседования. Сразу ты его берешь из компании? Да, потому что у него есть теория. А у нас нельзя, потому что человек, который считается CTO в маленькой студии, в миру Яндекса он будет джуном. Ну или даже так. Разные станки как бы у нас в индустрии. То есть, у нас вот в один фоказан ангуляре, Слушай, Саша, Саша, у нас разные. Подвесной, там такой, секундный. И все время какое-то конечное количество. У нас фреймворков... У нас тоже можно сказать, что JavaScript знаешь, типа, приходи. Но не так же в результате. Не, ну в таком мире и живем, да. Вообще-то надо, да, язык изучать, а не фреймворки вот эти вот все ваши. Программировать надо учиться, а не языки учить. Да. Согласна. Угоритм надо учить, а не... И к собесам, которые... Ладно, к вопросу-то вернемся. Да. Кто, кто... То есть, мы все вместе решили... Я за всех решили, что это ответственность в первую очередь человека. С этим мы все едут, надеюсь, согласны. А как расти, ты спросила. Вот он только что устроился, и что ему делать дальше? Да. Ну, мне кажется, в первую очередь ему нужно немножко как бы притормозить в этот момент, когда он устроился в компанию, потому что ему... Главное, не сильно. Нет, потому что ему тут нужно как раз так его очень много софтовых штук подкачать, потому что он должен узнать про команду, как взаимодействовать с командой, как взаимодействовать с менеджером, с тестировщиками. А разве на курсах это мы не должны учить? Ну, если мы берем, например, профессию какую-нибудь. Ну, можно теоретически об этом рассказать. Ну, например, гитом пользоваться. Это уже инструментарий. Ну, ты когда попадаешь в эту историю, это совершенно другое. Вот правильно сказал Виталик, ты выходишь, у тебя анбординг, тебе надо прочитать два дня Вики, потом какие-то у вас странные инструменты, какие-то ключи нужно шифрования получать, чтобы доступ получить, я не знаю, куда-то. Твой код должен как-то ревьюиться особым образом. Тебе в это все нужно погрузиться. Ну, это какое-то небольшое время относительно. Но если мы говорим... Сразу... Ну, пусть даже месяц. Пусть месяц. Пусть даже несколько месяцев. Ты тоже зависит от человека. Кто-то сядет и зарезает за две ночи. Ну да, или от компании. Вот. А дальше-то что? Ну, вот когда ты уже, скажем так, устаканил свою джуновскую жизнь, карьеру, да? Что, типа, у тебя все стало понятно. Прошел испытательный срок, давайте. А просто джуновским жирком. Хорошая тема. Прошел испытательный срок. Дальше тебе, на мой взгляд, нужно в первую очередь опыта набираться. И очень круто, если у тебя команда, в которую ты пришел, она тебе позволяет набираться опыта. Потому что иначе... Ну, иначе это немножко сложнее становится. Ну, и, на мой взгляд, тут нужно тебе уже... У тебя должна потребность возникнуть в знаниях для начала. Ты должен понять, что именно дальше тебе учить. Потому что вот я считаю, что от джуна до вот этого мифического медла, вот этот вот стэк, типа, как ему научиться? До джуна понятно, как научиться. А вот здесь уже, в общем, все очень сложно. Делать задачи. Делать задачи. Да, делать... Не, ну тут вопрос про то, что... Делать задачи – это то, что ты делаешь на работе. А как тебе расти с точки зрения навыков? А если ты двигаешь одну кнопку туда-сюда? Делать задачи дальше. Ну, в смысле, брать больше задач. Тебе будут давать одни и те же задачи. Ну, понятно, что каждая компания, когда к ней приходит условный джун, есть отдельный бэклог баги, тесты. О, к нам пришел свежий человек. Наконец-то мы… У нас-то есть отдельный набор ада для него. Ну, как раз-таки он должен перерешать все эти задачи или дождаться следующего... Вот. Дождаться следующего? Он должен дождаться следующего джуна и передать ему один бэклог. Когда он смог дожить до следующего джуна. Освобождая, да, тебя. Тоби свободен, да. Всё, тут больше ничего. Он может делать следующие задачи, следующего уровня. Ну, в смысле, не те, которые, типа, там, задача вида, вот мы тебе сказали… Ну, то есть, на самом деле, есть очень четкая градация. Когда ты… Когда ты джун, тебе дают задачу, тебе объясняют, как эту задачу сделать, и тебя на каждом шагу контролируют, как ты эту задачу делаешь. Да. Потому что невозможно джуну дать задачу и получить результат. Угу. Иначе тоже не джун, а… Да. Да, да. Если ты можешь разработчику дать задачу, ответить на входные… на входящие от него вопросы и получить результат, может быть, его скорректировать и потом выкатить в прот, это уже не джун. Угу. То есть, вот это вот очень четкая градация. Когда человек на каждом шагу задает тебе вопросы, когда ты на каждом шагу должен его контролировать и говорить ему… Вася… Простите, все Вася, да? Условный Вася, да? Вот здесь вот не вот так, а вот так. Вот здесь вот напиши дисплей, флекс, и у тебя станет хорошо. Пойди почитай, что такое флексы. Вася возвращается через два дня, говорит, я почитал, теперь могу двигаться дальше. Используйся гриты. Да, ну то есть, вот когда разработчик перестает задавать вопросы, и когда вот перестается быть потребность его контролировать на каждом буквально шаге, он переходит вот в эту самую категорию Мидлова, когда он может взять задачу из бэклога, посмотреть на нее, сказать, я это могу сделать. Ну окей, но как этому научиться, помимо того, что ты просто делаешь задачу? Делать задачи. А если задачи не позволяют? Про джунов и мидлов. Получается в этой парадигме, что это чисто внутри корпоративное разделение. Конечно. Всегда так. То есть между компаниями это разные уровни. Я же говорю, ты в одном месте СТО, а в другом нет. А еще я все слова сразу пытаюсь на себя применить. Я никогда не работала программистом в компании. Я типа прошла курс и сразу на фриланс ушла. Ну ты на фрилансе можешь взять задачу и решить ее? Я до сих пор. Я сразу могла это сделать. Ну, значит, ты сразу не был джуном. Поздравляю. Серьезно? Да, ты после курсов бывшего разработчика. Я до сих пор не знаю, реально, какой у меня уровень, потому что типа меня никто никогда не оценивал по этим уровням, но я сразу... А надо тебя? Если у тебя все хорошо, зачем тебе это? Как бы человек, как сказать... Ну ты прошла курсы. Не должен на себя вешать вот этот ручок. Да, да, да. На самом деле, типа, ой, я джун, я ничего не умею. Это всегда в любом месте. У многих просто есть вот такое, что, ой, да я всего лишь джун, да типа, да не-не, не надо мне это. Надо, чтобы в голове открепилось это. В любом месте это будет самый лучший айтишник, потому что другого рядом нет. Ну, в смысле, ты приходишь в контору с, там, не знаю, с людьми, которые далеки от айти, если ты уже умеешь... Ты там единственный айтишник. Да, я, кстати, знаю такие ситуации. Ты все, ты царь и бог, ты можешь сделать все, что угодно. Потому что ты делаешь задачу за две недели, а не за год, как это делал предыдущий, который вообще ничего не делал для тебя. И там ты не джун, но в том смысле, что ты же всегда, как бы, чтобы оценить свой уровень чего бы то ни было, тебе нужно сравниваться с кем-то еще. Ну, то есть, как бы, ты со своими знаниями в вакууме не можешь быть, ну, обстуканно, да, вот ты говоришь, я никогда, я не знаю свой уровень, потому что я никогда его не оценивала. Да. Ну... Просто очень многие начинающие, кто только входит в айти, они злоупотребляют вот этим. Они начинают смотреть, там, не знаю, на кого-то в твиттере, на кого-то там в чатиках и вот это вот все. Ну, это понятно. И сразу такие, ой, нет, нет, я не мидл, я джун. Хотя, по факту, у них может хватать скиллов на дороже. Но чаще по-другому все-таки происходит, к сожалению. Чаще происходит, вышел только из курсов, он считает себя мидлом, он ищет вакансии по 150 тысяч и расстраивается, что рынок ему ничего не дает. На самом деле мы просто видим таких больше, а вот тех, кто как бы принижает свои достоинства... Ошибка выжившего, да. Ты просто не видишь тех, кто ничего не говорит. Да, 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 да. Просто я в этих чатиках там условно джуновских очень многих состою, и реально люди боятся выходить на рынок просто потому что они считают, что у них недостаточно скиллов. Не, ну таким надо просто советовать выйти, в конце концов, на рынок, в компанию, и там дальше уже рост будет. Это та боязнь, которая как бы... Вот знаешь, вот, да ты не переживай. Вот как бы депрессия этим не лечится. Вот так же вот, там, боязнь выйти на рынок, она не лечится просто советом пойти в компанию. Согласен. Да что ты депрессуешь? Согласен, иногда волшебный пинок тоже помогает. Да. Ну типа, когда ты берешь человека именно к себе, такой говорит, ну давай сядем, посмотрим на твое резюме, ну давай я тебе помогу там от твоей сюда сюда. Ну это личное менторство уже. Ну да. Вот кажется, что вот общая стандартизация здесь бы очень сильно помогла, кстати. Ну видишь, она Виталик нам запретила. Нет, нет, нет. Я просто в нее не верю, вы можете ее и делать. Если ты в нее веришь, то какой способ? Саша. Ну, вопрос, я сейчас вспомню. Как из джуна в джун плюс? Как из джуна в джун плюс? Ну я верю в пэт-проекты, если что. Вот. Потому что вот Виталик говорил, что история в самостоятельности, она на нее завязана. И, ну как бы, организация там собственных интересов в интернете с помощью кода и всего остального дает, во-первых, возможность принятие самостоятельных решений в плане стэка, в плане того, что тебе хочется попробовать, а во-вторых, нащупать то, что тебе нравится. Из технологий, которых ты, может быть, мало используешь на работе или просто дает возможность задуматься над тем, над чем ты не задумываешься на работе. Вот. И для начинающих, ну я часто говорю ребятам и девчатам историю о том, что есть у вас какое-то хобби, но запилите про это блог сами, да? Ну то есть если вы начинающий. Или сделайте свой сайт-портфолио, но попробуйте сделать его там доступным. Или попробуйте сделать его на каком-нибудь, не знаю, вы на работе, у вас в основном задача на реакции, сделать его на Vue.js или что-то такое. То есть какой-то хоум пейдж для кота, да? Например, да. Ну то есть дело именно в том, чтобы погрузить себя в ситуацию самостоятельного принятия решений без наставника и тьютера, чтобы у тебя была возможность побиться лбом вот в эти ворота, которые не открываются. То есть когда ты такой, блин, не работает, не работает. А она не работает, пока ты спать не пойдешь, просыпаешься, и в душе приходит решение. Блин, надо вот так вот его написать. Ну, это из прошлого, кажется. Ну, собственно, да, примерно вот об этом. И кажется, что за счет таких вот микрозадач, расширения кругозора, можно уже много выработать самостоятельности и каких-то, ну, какого-то понимания, куда хочется самому расти. И за счет этого подбирать уже, может быть, даже какие-то образовательные программы, либо приходить к своему лиду на работе и говорить, вот мне в целом вот в эту сторону интересно, и поэтому мог бы я там побольше задач вот таких брать, вот таких, может быть, есть ли варианты, в общем, договариваться с каким-то образом. Ну, то есть все-таки в любом случае делать задачи. Ну, в смысле, ты не можешь, не делая задачи, вырасти. Да, научиться играть на арфе, не играя на арфе, не получится. Да, да, да. Поэтому все сошлись. Даже если ты видосиков просмотрел на ютубе много, дальше никак. Ну, вот у меня, кстати, двоякое отношение к пэт-проектам. Просто это очень хорошо для практики, это правда, для того, чтобы пощупать те технологии, которых у тебя нет на работе, с которыми ты не сталкиваешься, что-то новое освоить. Но это заставляет тебя тратить много личного времени. Игра на барабанах тебя не продвинет карфи, с большой вероятностью. Блин. А сколько нужно тогда тратить времени на... А можно я вернусь? Да, да, да. Ты хочешь уже следующий вопрос? Я прям вижу, что тебе хочется. Ну, я типа так жду просто. Во-первых, я просто хотел вернуться, Виталик, к тому пойнту, который ты сказал, про то, что ты как только начинаешь выполнять задачи и не спрашиваешь, как их выполнять задачи, вот ты вроде как... Нет, ты можешь мешать при этом не в ту сторону. Нет, это понятно, я не про это, смотри. Ты же просто на самом деле, ты научился не задавать вопросы, решая одну задачу. Но согласись, мы от медла ждем большего. Ну, не одну. Ты когда много разных таких задач попробовал... Нет, я имею в виду, что ты не в момент того, что... Не одну и ту же задачу. Да. Понятно, я под решать задачи, я имею в виду... Ну, вот смотри. Ты какое-то время спокойно справляешься, не задавая вопросы. Хороший способ научиться в большом проекте что-то делать, это исправлять ошибки в этом большом. Никто не любит, но, в принципе, это хороший способ. Потому что ошибки бывают очень разные. И когда ты что-то набагрепорченное начинаешь исправлять, ты в некоторых случаях так глубоко погружаешься, что как бы даже делая какую-то новую функциональность или исправляя имеющуюся, ты бы глубоко так не погрузился, как действительно исправляя какие-то хитрые ошибки. В этом вот это я и понимаю под решать задачи. То есть ты не сидишь и делаешь одну и ту же работу, которую ты научился, там, не знаю, ключом 9 на 14, ты крутишь 8 часов. И уже не задаешь вопрос. Да, и не задаешь вопросы, да. И тебе не задают вопросы. Ну, как бы ты все понял. Ну, то есть у тебя должны быть разные задачи, разные ключи, разные там, ну, как бы, разные инженерные задачи ты должен решать. Согласен. Ну, я просто на всякий случай раскрою. И это расширяет твой кругозор, и это, ну как, это увеличивает твою, как это, категорию программиста. Вот, а я бы, смотри, я бы еще здесь дополнил, что хорошим примером, ну, вообще, если мы говорим про рост от Джуна до Медуа, то это, наверное, все-таки рост от Джуна до Медуа не на рынке, а в компании. Ну, мы же выяснили, что ты в разных компаниях будешь иметь разный вес. Ну, просто я имею в виду, например, Pet Project, это про рост тебя на рынке, а не в компании. А в компании вот я, в принципе, за открытость и за коммуникацию всегда в рабочих отношениях. И самый правильный, на мой взгляд, это просто прийти к своему руководителю и попросить, ну, можно попросить его объяснить, что ему нужно уметь и знать, или что руководитель от него ожидает, когда он станет Медулом. Ну, то есть, типа, условно, нарисуй мне образ, вот, я завтра Медул, это я какой. Вот, если, ну, понятное дело, не каждый руководитель это сможет. А потом такой, папа, ты сейчас с кем разговариваешь? Ну, либо показать пример, то есть, типа, вот, ребята, Медул. Ну, да, вот, смотри, вот Вася, вот есть Петя. Петя сегодня сделал 10 задач, пока мы с тобой разговариваем, да? Да, и ты такой, все, понял, пошел делать. Как в том анекдоте, да, когда мужик прибегал каждый раз к барину и говорил, там везут сено, что с ним делать. Он к другой приходит, говорит, барин, там сено привезли, я там разгрузил, договорился, скинул цену. Он говорит, ну, видишь, почему ты получаешь рубль, а это 10, ну, как бы. Ну, вот, это просто как совет еще один, вот, как расти от Джуна. Ну, то есть, софт-скиллы. Да. В смысле, придите, поговорите со своим руководителем. Все равно, как бы, какая бы ни была компания. Необязательно ходить, можно написать в чатике. Тут, софт-скиллы. Ну, кстати, проблема в том, что многие вот этого и боятся. То есть, они считают, что они должны просто выполнять хорошо свою работу. Вот, кстати, насколько эта позиция правильна? Если я, как Джун, просто хорошо выполняю свою работу, должен ли я ожидать, что мой руководитель это заметит, сам ко мне придет и скажет, ты молодец, с завтрашнего дня ты middle? Ну, если хороший руководитель, то он наверняка так и сделает. А точно это хороший? Хороший руководитель будет напрямую спрашивать. Подожди, точно это градация хороший-плохой? Он же может просто не быть плохим, но и не делать этого. Нет, смотри, хороший руководитель, он заинтересован в том, чтобы от него не уходили люди. Для того, чтобы люди не уходили. Давай я поправлю. Он заинтересован в решении задач, которые, как бы, ответственность за которые он взял. Ну, да. А каким способом это уже его выбор? Да, ну смотри, пока ты нанимаешь нового человека, вкатываешь его в проект и обкатываешь на маленьких задачах, глобальные задачи не решаются. Поэтому руководитель заинтересован в том, чтобы у него оставался стабильный коллектив, который погружен в проект и может решать глобальные сложные задачи. Так ведь? А всегда ли он заинтересован, когда вот у него есть… В этом конкретном джуне, чтобы он остался в его проекте? Да. Это же двоякая ситуация. Конечно. У него устоявшаяся команда. У него, например, ну, предположим, 10 мидлов. И давай предположим, что ему сейчас, ну, не нужен еще один мидл. А у него тут талантливый джун, который, как бы, идет вперед, вверх и так далее. И ему-то что делать? Ему вот он не может сейчас мидлом его сделать. Хорошо, есть соседние группы. Да. Нет, подождите, вы какую-то другую сторону нашли. Да, как-то у тебя что, денег не дадутся? Нет, не повысят. Не, я просто… Поинт же был такой, что человек должен прийти к своему руководителю и поговорить. Это один поинт. А второй поинт – руководитель сам должен заметить и сам поговорить. Но это софт-скиллы обоих сторон. А еще бывает такое, что руководитель – это какой-нибудь директор компании, который вообще в этом не разбирается. И там, как бы, просто ты приходишь и говоришь, я не хочу там получить медаль, джуна или сеньора. Я просто хочу больше зарплаты. Да, да, да. И это тоже, как бы, валидный поинт. Такие компании тоже есть, и там тоже работают разработчики. А мы дальше просто пошли в это хороший, плохой руководитель. Что определяет хорошего руководителя или плохого? Там все сложнее. А, тогда такой вопрос вам. Вообще, вот я хочу вернуться к теме про пед-проджекты. Не круто ли иметь пед-проджект до того, как ты пошел джуном работать? Это как раз таки, мне кажется, то, когда тебя могут без стажировки взять джуном, когда у тебя уже есть что показать практическое. То есть сразу быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Да, хорошо. Вообще отлично, огонь просто. Когда нужно начинать делать пед-проджекты? Сразу, сразу. Да, чем больше кодишь, тем лучше. Ну, ты лучший разработчик через практику. А через сколько? Ну, сколько нужно тогда времени на этот раз? Есть же заветные десять тысяч часов, которые много где фигурируют. Это, конечно же, ну... Их там уже опроверили где много раз. Да, 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 да. Но они не отменяют основного посыла. Чем больше ты практикуешься, тем лучше ты профессионал. Ну, а тут, наверное, вопрос, Саша, про то, что не нужно ли тебе как можно быстрее устроиться в команду, в которой ты можешь и практиковаться, и набираться опыта у коллег, или тебе сидеть и вот пилить самому соу вот этот пед-проджект? Нет, это надо делать параллельно с обучением. Просто как только ты решил, что ты вкатываешься, и как только ты получил вот первые основные навыки, вот с этого момента тебе надо начать решать какие-то задачи помимо обучения. Ну, давай уточним. А я, наверное, хочу сапонировать вам по поводу пед-проджектов. Я просто тоже не знаю. Условному студенту, который пришел стажироваться в компанию, иметь еще отдельный пед-проджект, куда он распыляет свои силы, кажется, скорее минус, чем плюс. Ну, я не про стажера говорю, я про студента говорю. А, то есть мы, подожди, мы уже говорим уровня от Джуна к Медлу, правильно? Ну, про пед-проекты говорим, да. Ну, опять-таки, тебе на твоей, тут палка о двух концах. Тебе, если хочешь расти внутри компании, то тебе на твоей основной работе нужно делать максимум возможного, чтобы, как это, бери больше и кидай дальше. Если ты уже попал в компанию, то как бы вот там и греби. Да, это факт. Просто пед-проджекты хороши тем, что ты расширяешь кругозор. Ты можешь что-то поделать, но ты при этом… Расширяешь, но углубляешь. Ты можешь в то же самое закопаться, но под другим углом, например, тот же самый фреймворк, но попробовать какие-то интересные фишки. Да, ну то есть то, чего у тебя нет в твоих основных на работе. Это джуновский уровень, вы уверены? Закопаться в это? Да, мне кажется, это какой-то следующий уже уровень, мифический следующий уровень. Может быть. Просто есть как бы здесь грани, что попробовать. Да, да. Ну то есть, не знаю, попробовать там альтернативный роутер реакт роутеру – это нормальная джуновская задача. Или, например, гляды… Подожди, зачем это ему? Ну, потому что он каждый день работает с одним и тем же стэком, он такой… А он слышал, что эффектор это можно. В твиттере пишут, что шестой роутер сильно поменялся, и мы не согласны с его пользой. Не знаю, мне кажется, это вредно как раз-таки читать твиттер и реагировать на каждое сообщение. Так ты про твиттер и про педпроджект? Ну про реакцию на каждое сообщение в твиттере. Нет, не каждое, нет. Через? Нет, тех, кому респектуешь, за теми следить. Нет, наверное, все-таки я бы не сказал, что условному джуну хорошо иметь какой-то долгоиграющий педпроджект, куда он уделяет много времени. Да нет, причем тут долгоиграющий, мы же не про бизнес говорим, а про зону экспериментов. То есть там, где ты там… Подожди, а ему нужна во время того, как он стал джуном, зона экспериментов? Не рановато ли это? Да, мне кажется. Куда ему? Вот давай, вот смотри, Алена сказала, что если он устроился в компанию, ему это, ну, скорее будет вредить, потому что ему лучше направить свои усилия на рост внутри компании. Если мы говорим про рост во вне компании, то тут, наверное, тебе нужен, ну, может быть, это педпроджект, может быть, это курс, может быть, это еще что-то, но ты должен понять, куда ты хочешь устраиваться, понять стэк, который нужен для того, чтобы туда устроиться. И пойти изучить этот стэк. Да, понять, что тебе не хватает и изучить это. Ровно вот это… Можно на педпроджекте, можно не на педпроджекте, но это… Я просто поддерживаю Виталика, что я к идее педпроджектов просто в вакууме, что, типа, я почему-то сейчас спросил, надо или можно? Вот к надо я отношусь негативно, не обязательно заниматься педпроджектом. Нет, я сказала надо в контексте студента, в контексте джурнала можно. Ну да, окей, хорошо. Так согласен, так меня устраивает. Да я тоже согласен. Я, в общем… Железное надо, это вообще кажется, ну… Если водка мешает работе, брось ее нафиг в работу. Красивое слово. Это да. Пойдем дальше. Да, ну что, давайте представим, что наши абстрактные разработчики стали такими длами, у них есть уже какой-то базовый опыт, они уже не все делают под присмотром своих наставников. Они уже сами могут решать задачи. Они уже сами могут, не всегда правильно, не всегда так, как нужно. Да. Но хочется стать сеньором. Не, не хочется. Или не хочется. Это не для всех. Да. Что делать дальше? Надо признать. Давайте так, всем ли нужно идти в сеньорство? Нет. Только тем, кто хочется. Ну в том смысле, что разработчик, который умеет решать задачи, это вообще-то самый главный человек в индустрии. На них держатся все, ну по крайней мере все крупные компании держатся ровно на тех, кто может взять задачу, понять задачу, решить задачу, отдать результат, взять следующую задачу и так делать день за днем в течение там какого-то количества лет, пока ему это не надоест. Просто к сеньору немножко другие требования, на смысле, сеньора, во-первых, это, можем поговорить, например, кто такой сеньор, да? Да, давайте, кто такой сеньор, чтобы мы понимали, про что мы говорим. Мифический сеньор. Сеньор, это который, не знаю, на мой взгляд, человек, который может заложить архитектуру сервиса с нуля, который может прийти в какой-то сервис, понять, что… А не уровень ли это уже следующий там архитектора, например? Слушай, я бы не делил на градации выше, но в смысле и сеньор, и сеньор плюс, и сеньор там плюс-плюс, это примерно сюда. Скорее, зона ответственности. Да, это зона ответственности уже между сеньорами, они там между собой полянку поделили и как-то не пересекаются, потому что они, как правило, менее софтскевовые люди. Ну, в том смысле, что сеньор — это человек, который может прийти в проект, увидеть, что там что-то не так, и, допустим, затеять рефакторинг на годы, и в итоге его, там, не знаю, довести до конца, этот рефакторинг. Ну, то есть он как бы планомерно, раз за разом, видя какую-то проблему, эту проблему решает, переводит на новые рельсы, там, и так далее. С рельсов на рельсы, да? С одних на другие. С одних на другие, да. С четвертых на бед. То есть это не обязательно люди… Вот такую непопулярную мысль. Сейчас сформулирую. Не, подожди, не перебивай меня. Не обязательно люди, которые приносят бизнесу пользу. Неожиданная мысль. Ну, в смысле, это не человек, который решает бизнесовые задачи, здесь и сейчас, пойди, реализуй этот макет. Ну, в смысле, синер — это не тот человек, который сделает, то есть в некоторых случаях тот, но это не тот человек, который сделает задачу быстрее, чем условный мидл, обычный разработчик. Мидл иногда задачи может делать быстрее, чем синер. Ровно потому, что у него нет вот этих вот отвлекающих факторов, а вот здесь вот мне бы еще вот это поправить, литер прикрутить, то есть какие-то такие вещи делать, которые непосредственно к задаче не относятся. Ну, то есть чтобы хороводить хорошо лидов, и чтобы они сами себя хорошо хороводили, у них должны быть задачи уровня синеровской. Ну, в смысле, должны быть какие-то задачи, где человек может реализовать свой потенциал, может там применить все свои глубокие знания, все свои хотения и все остальное. И такие задачи на проекте должны быть. Если у тебя проект, тебе нужно раз за разом делать какую-то новую функциональность, исправлять ошибки предыдущей функциональности, тебе дизайнер принес макету, должен его сверстать и пойти дальше, не обязательно тебе на проекте иметь команду суперпрофессионалов и суперсинеров, которые, во-первых, будут это делать дольше, во-вторых, передерутся, потому что у них разные видения архитектуры. В смысле, ты нанимаешь уверенных медвов, они тебе уверенно эти задачи делают. Поэтому не обязательно хотеть, чтобы человек, ты его год назад нанял медвом, думаешь, чтобы через год он у тебя был сеньором. А сколько тогда должен занимать, во-первых, по времени вот этот рост? А его может не быть. Ну, если, допустим, человек хочет идти в сеньорство, он понимает, что ему нравится вот программировать, идти глубже. Он должен или глубже понимать проект, и там, не знаю, понимать рядом с проектом, понимать, как он собирается, как он деплоивается, как он обслуживается админами, чего от него хотят менеджеры в долгосрочной перспективе. То есть какие-то, то есть у условного асинера шире, да, шире вот этот вот кругозор. То есть он видит дальше, чем обычные 10 задач в текущем спринте. Слушай, а мне знаешь, что… Он двигается, ну, как бы, немножко в другой временной плоскости. Хочется здесь добавить просто. Мне кажется, он вот как раз иногда встает… Ты хоть сказал, что он не про бизнес, но он часто встает вот на эту ступенечку с бизнесом рядом. Нет, почему? Наоборот, он больше про бизнес. Но он не про решение бизнес-задач здесь и сейчас, ты сказал. Да, да. Ага. Вот. И он часто встает рядом вот на эту ступенечку с бизнесом и понимает, что и зачем и куда бизнес вообще двигается, и смотрит на это через призму технического исполнения этого всего. Вот он смотрит, окей, а вот мы через полгода вот это сделаем, а у нас вообще не упадет ли все? Ну да, то есть, а не надо ли нам вот здесь отрефакторить, потому что если у нас через полгода нагрузка вырастет в пять раз, то мы, как бы, не выдержим. Или, например, про вот это технические решения, да. Мы до сих пор пишем на бэме, на бэмтуз. У нас проблемы с хантингом, мы не можем нанять людей, не пора ли нам менять фреймборк. Начать писать на реакте и точно так же не мочь нанять людей, потому что их нет. Да, уже другая проблема. Ну да, ну про то, что выбор инструментов. Вот мы пишем, давай по-другому, на ангуляре. Вот старый, хороший, энтерпрайзный ангуляр. Вот он весь такой, Java-like. И ты такой смотришь на рынок, куда это все развивается, все такие быстрые, гибкие, там, фреймворки, легкие и так далее, а у тебя все становится монструозней и монструозней. И вот, наверное, сеньор здесь должен принимать решение о том, что так, ребят, мы дальше так не уедем, нам что-то надо здесь менять. Мы и людей не можем нанимать, и наши технические решения не развиваются. И, ну, это все превращается в жуткое легаси, ну, и мы просто через два-три года будем получать огромные проблемы. Да? Оно? Ну, в том числе, да. Получается, то, что вы говорите, это что сеньор — это такой человек, который осмысляет инженерную систему как продукт. Правильно? Ну, наверное. Это один из его скиллов. Соответственно, при осмыслении вот его как продукта, основополагающей какой-то идеей для сеньора является наличие вижена, развития, вижена существования этого продукта. И какой-то свой опыт должен быть, может быть, шире, чем вот те самые. Вот тут уже пригождаются те самые. Чтобы был вижен, нужен кругозор. Да, должен быть кругозор. То есть ты должен и уметь программировать, ну, там, быстрее, лучше, сильнее, чем соседние ребята, да? Но не всё решается программированием, да? То есть в какой-то момент программисты… Может, он нанять индусов всё-таки. Иногда нужно принять решение не программировать. Да, да, да. И это будет тоже правильным решением. Да, да, да. Как вот лучший код — тот, который не написан, да? Тот, который не нужно тестировать, там, проверять и всё остальное. То есть какие-то вещи, может быть, наоборот, не надо делать. И, ну, там, отличие Синьера от Мидуа тем, что он видит, ну, типа, он видит систему целиком. У него какой-то есть зум-аут, и он может увидеть, что вообще происходит, ну, то есть оторваться от текущих задач и понять, типа, ну, то ли мы делаем, эффективно ли мы делаем, там, не надо ли быстрее, не надо ли по-другому. Ну, то есть вот… И вот это осознание, оно не может прийти к само, да? То есть, как бы… А Синьёв какой-то? Да, такой всё, я стал Синьером, да. Синьёвство через опыт достигается. Да, через опыт. Как бы ему не учатся, получается. То есть, опять-таки, решать задачи. Вот эту поворот. Не знаешь, ты вот сказал «не учатся». Запишите внимание. Вот здесь мы в прошлый раз, Саша, с тобой были на ЯТОКСе, да? И частично этот вопрос поднимали. Мне кажется, что вот присутствие, не знаю, образовательной компании в жизни человека, который хочет разработчиком быть, оно максимальное в самом начале его карьеры, и постепенно с течением его карьеры оно уменьшается, уменьшается, уменьшается. И вот там вот, когда он к Синьёру идёт, оно не исчезает полностью, оно просто заменяется как раз на менторство. И здесь вот менторство лучше всего. Да, да, мне кажется, наоборот, тут роль образовательной компании очень увеличивается, потому что он должен настолько быть благодарен образовательной компании, что возвращаться в неё нужно. Нет, я не про это. Я про то, что чтобы, смотри, становиться сеньором... Я понимаю, ты про наставничество. Чтобы ему становиться сеньором, ему нужно, ну, вот этот кругозор свой расширять, а как он это будет делать? И тут нужно пользоваться абсолютно всеми. Все, все инструменты. Да, да. И поговорить с другими людьми, с экспертами, там, я не знаю, поэты технологий, поэты. Читать, писать. Ну, в смысле, вот как раз таки, если ты условный middle, который уже может делать задачи, и это, то есть, чтобы двигаться дальше, нужно уже дальше расширять кругозор. Да. Любыми возможными способами. Пэт-проекты, курсы, книжки, твиттеры. То есть, на первый план уходит любовь к индустрии, мне кажется, очень важно, потому что здесь просто, чтобы настолько сильно вширь расти, нужно, как бы, настолько вот это вот хотеть, интересоваться. Ну, посмотри, я же как бы с этого и начал, что не каждый middle хочет и может стать сеньором. В смысле, это не то, что, знаешь, как бы год я становлюсь джуном, через два года я там middle, через пять лет я сеньор и всё. Где вы видите себя через пять лет? Где вы видите себя через десять лет? Подождите, но тогда вопрос, вот продолжая Сашин вопрос, я как будто бы Сашей вдруг становлюсь, мы как раз напротив, да. А что тогда делать middle? Вот давайте подумаем о конкретном человеке, он middle. Что ему делать? Он понимает, вдруг вот ему там его руководитель рассказывает про всё, что он должен уметь, знать, хотеть, желать. Когда сеньором он становится, он такой, а я вообще-то этого не хочу. Но он точно хочет как-то вот этого, какого-то роста, да. То есть что такое рост? Это ощущение от того, что ты самореализуешься, и этот процесс постоянен. То есть ты продолжаешь в самореализацию играть, да. Ты же через какое-то время перестаешь получать удовольствие от того, что ты делаешь одно и то же, и хорошо это делаешь. Ну, со временем притупляется, да, ощущение крутости от этого. Смена проекта. Ну, проекты меняются. Не, ну вот, а если он хочет по деньгам расти, вот что ему делать? Тоже работает вообще. Это уже другое, мне кажется, немножко. Это не про внутреннее, а про внешнее. Ну, смотри, ты задачи можешь решать быстрее. Ты хочешь больше. А будут платить за это больше? Будут. Ну, в смысле, если ты решаешь задачи быстрее... Я думаю, что ты хочешь, чтобы тебе платили больше. Потому что... Ну, тут как бы хороший, хороший руководитель сам заметит, что ты решать делаешь. Не факт, я сказала. Не факт. Подождите, вот давайте, то есть ситуация, когда ты не хочешь расти в сеньора, ты не хочешь становиться лидом, или на какую-то другую менеджерскую позицию, тебе нравится быть хорошим, уверенным медлом, но ты хочешь, чтобы у тебя постоянно появлялись новые задачи, и твоя зарплата росла. А такое бывает вообще? Да. Вот вопрос. Ну, давайте я расскажу. Давай. Во-первых, ты в своей текущей команде, в своем текущем проекте можешь делать задачи, как там, бери больше и кидай дальше, пока летит отдыхай. Ну, в смысле, ты просто делаешь больше задач. Там, типа, а давайте здесь, там, не знаю, accessibility, не accessibility. Твоя эффективность растет. Ты эффективнее можешь делать то же самое. Ну, в смысле, ты делаешь то же самое, просто больше. Такой, типа, вот я сегодня прям устал, потому что я за сегодня сделал пять задач. А год назад я мог сделать две. А еще, там, два года назад я одну задачу делал две недели. Вот. Это, как бы, один путь. Ну, типа, ты просто молотилка. Ты, как бы, садишься и... Тише, едешь дальше, будешь. Давай, подносите мне задачи, я буду их делать одну за одной. Это хороший способ, ну, как бы, расти как разработчик. У тебя просто, ну, появляется опыт, потому что все равно задачи, так или иначе, разные. Ты что-то делаешь, ты растешь именно по своей скорости работы. Когда ты понял, что ты уже все. Ну, типа, быстрее задачи в этой команде уже делать невозможно. И я их делаю так. Это что ты все сделал. Нет, задачи невозможно все сделать. Ну, по крайней мере, в современном, ну, большом корпоративном IT. Чем больше кода, тем больше багов. Да, задачи останавливаются только с остановкой проекта. С смерти проекта. Потому что если у тебя есть менеджеры, дизайнеры и все остальные вокруг тебя, у тебя всегда будут задачи, даже если они не нужны. Там, условно, Instagram постоянно меняет кнопки местами и чем бесит, но там зато, наверное, очень большая команда, которая это все делает. Вот. Ты, если утомился делать задачи на проекте, и при этом ты не понимаешь, ну, ты понимаешь, что ты там не хочешь расти дальше в синера, в леда и все остальное, ты меняешь проект. Ты приходишь на новый проект, и на самом деле, когда ты приходишь на новый проект, ты там условный джун. Ты по сравнению с остальной командой, ну, примерно ничего не умеешь. Ну, в смысле, у тебя есть опыт твой программистский, и у тебя есть опыт твой на предыдущем проекте, но ты не знаешь кодовую базу своего нового проекта. Ты по сравнению со своими ребятами, которые с тобой уже решают задачи в спринте, можешь сделать там… У тебя там уже есть свой middle, который там просто вот это максимум выжимает из всего этого дела. А ты приходишь, ну, такой, типа, ну, вот… Я сделаю, ну, какие-то… Я там задачи за неделю делаю, они там по три за день такие, ну, ладно. Ну, вот у тебя рост. Ну, в смысле, рост, что ты можешь прийти в новую команду, и насколько быстро ты можешь в этой новой команде стать тем же самым уверенным медвом. Ну, то есть у тебя вот это вот синусоида, типа, я всё умею, всё могу, потом ты такой приходишь в новую команду… Я ничего не умею. Я всё умею, но ничего не могу. Ну, опять вот это вот… Но это вполне себе нормально. Причём не обязательно ты это делаешь, увольняясь. Ну, то есть, допустим… Это больших компаний. Ну, в том же Яндексе, допустим, ты можешь, не знаю, всю жизнь ходить по компании, менять проекты, проекты будут принципиально разные. Ну, там, они будут прям вообще разные. И ты как будто бы каждый раз устраиваешься на новую работу заново, иногда даже там проходя собеседование. Но при этом ты не меняешь компанию, у тебя всё равно остается какая-то никакая карма в компании, у тебя нет вот этого вот шока смены процессов, смены, там, не знаю, условно места жительства, ездить в другой офис. Оружение, экосистемы. Ты как бы… То есть вот ротация внутри компании, если эта компания достаточно большая, это очень хороший способ попробовать себя в другом месте, нарастить какие-то скиллы, получить какие-то дополнительные знания, вернуться там к прежней скорости работы, повысить свою зарплату и всё остальное, не меняя, как бы… Ну, то есть как это… Уволиться, не увольняясь, да? Это прям очень комфортный, на самом деле, способ. И, ну, как бы… Рекомендую. А если говорить про реальный мир, в котором не все могут устроиться в Яндекс и ходить по разным проектам? Ну, значит, ты ходишь по разным компаниям. Ну, как бы… Ну, то есть увольняться не стыдно? Уволняться не стыдно, ты получишь новый скилл. Я просто уточню, есть ещё вот второй срез, который мы… Деньги, деньги. Деньги в этом случае растут, да? Когда ты из молотилки вот этой машины превращаешься в условного… Многостаночника. Джуна с медлом в анамнезе. Давай ещё раз, слишком сложно. Да-да-да. Ну, мы договорились, что… Слишком у тебя высокое образование. Что при смене проекта… Получается, что… Цитата. Условным джуном в новый проект. Да, ты приходишь в новый проект и ничего не умеешь. Сеньором джуном. Да. Получается, что медловость, она как бы остается у тебя в анамнезе. Плате карты. Да, что с деньгами происходит в этот момент? Я упрощаю просто. Тебя нанимают, как молотилку… Нет, тебя нанимают, как молотилку там. А. Ты приходишь и говоришь, я там… Зачаровываешь. Да. Двиги, это прям интересный момент. Ты, когда собеседуешься, тебе спрашивают твой опыт. Да. Не то, как ты будешь в этой компании что-то делать. Ты ещё про эту компанию ничего не знаешь. Тебя спрашивают, а что ты делаешь или делал на там предыдущем, предпредыдущем и так далее местах работы. Ты, конечно же, рассказываешь… Правду. Правду. Все. Нет, ты рассказываешь максимум возможного, недалеко уходя от истинности. Ты проходишь собеседование. Это, кстати, софтовый скил. Да. Это, кстати, надо отдельно прокачивать. Ты проходишь вот эти иксы, какие-то собеседования. То есть в некоторых компаниях тебя могут взять так, проходити всё. Вот вместо ЦТО, садитесь. Он недавно пустой. Да, да, работает. Ну, то есть, как правило, ты, меняя работу, очень редкие люди, меняя работу, понижают, получают отрицательный рост. Ну, то есть это нужно отдельно… Должна быть другая мотивация какая-то, не денежная в этом случае. Да. Подождите, но тут тогда вопрос. Я просто про деньги. Если вот ты middle, ты постоянно повышаешь свою зарплату переходом или из компании в компанию, или из команды в команду, даже внутри Яндекса, вот, например… Внутри Яндекса ты не повышаешь себе зарплату, переходя из команды в команду. А, ну, то есть, видишь, ты… У тебя есть уже… Ты не сможешь… Ты уже, как там, первой, второй, третьей, пятой категории, да, у тебя уже есть категория. Ты, переходя в компании, ты не меняешь категорию. А вот смотри, вопрос. Не можешь ли ты, как middle, подойти к черте по зарплате? Когда дальше, выше… Можешь. Это только сеньорская зарплата. А ты не хочешь быть сеньором. Можешь. Значит, ты, как бы, продолжая делать то, что ты делаешь, ты будешь продолжать иметь то, что ты имеешь. Ну… А, ну, то есть, типа, дальше… А нет такого, что география еще начинает работать тогда? Не знаю. Дальше, да. Дальше у тебя начинаются уже другие факторы. Ну, то есть, деревья, деревья все равно не растут, да… В крипту можно уйти. Это вверх, наверное, да? Ну, понятно. После чего ты в обычную компанию переходишь сразу в топ-менеджер. Ну, потому что таких зарплат больше нет. Или с нулем. Ну, потому что это зависит от того, насколько успешно, да. Ну, ладно. Мы решили, что можно оставаться медовым, как я понимаю, долго, и это окей. Да, долго и счастливо, но в смысле… Это не стыдно. Это не стыдно. Не стыдно. Если… У нас тут экспертный совет, мы решаем любые вопросы. Я уже поняла. Прекрасно. Вот вы говорили, что большинство компаний работают в меды. Но почему компании хотят сеньоров? А ты уверен в этом? Ну… Не все компании хотят сеньоров. Многие… Многие вот… Ну, они ищут этого мифического сеньора… Не могу… Могу рассказать. Ты на зарплату жена. Ты судишь по списку требований в вакансии? Да, да, да. Подожди… Туда впихивают все, что… И это вы должны делать до завтра. Да, да. Туда впихивают все, что услышали. Не, ну ты сейчас немножко о другом говоришь. Да. Ты просто сказала, что ищут сеньора на зарплату жена. Просто тут вдруг в какой-то момент рынок вообще сошел с ума. Нет, даже если… Да нет, подождите. Вот такой момент. Хороший вопрос. Даже если ищут сеньора на зарплату сеньора и не могут найти. Да. Почему? Потому что… Отвечаю. Да. Сам задают вопрос, сам отвечаю. Потому что сеньоры, как правило, не ищут работу. Проблема. Такая вот неожиданная мысль. Ну, то есть, как правило, найм хорошего сеньора… Это хантинг. Это хантинг, причем часто это хантинг девелопер-то-девелопер. Ну, в смысле, невозможно… Ну, то есть, редкий сеньор… До середины депра, да? В смысле, нормальный, высокооплачиваемый, уважаемый в компании сеньор работу не ищет. Он решает свои задачи у него, есть много работы, он на своем месте, он все, он как бы царь и бог в конкретном проекте. Он это делает. И для того, чтобы нанять сеньора, он или должен… То есть, ты или должен его поймать в тот момент, когда он… Выкупить его. Нет, когда он утомился на текущем проекте… И такой пошел погулять. Когда он выходит на рынок, да? То есть, когда сеньор такой выходит, говорит… Я свободен для ваших предложений. Да, я свободен для ваших предложений. Все-таки да ладно. То есть, бывали же, да, в твиттере какие-нибудь сообщения… Ну, я такая работу искала, нашла. Да. Да. Я еще работал и все-таки… Не может быть. Божечки, не может быть. Я этого не верю. Срочно, срочно, без собеседования, без собеседования. Честно, это было адок на несколько недель. Да, когда к тебе слетаются просто все, да? Да. Когда ты выходишь на рынок, говоришь, я открыт для ваших предложений, да? Моя… Как это? Мой рейд от одной козюли и выше, да? Как бы… Это один момент, как нанять хорошего сеньора. Другой момент – это его захантить. Ну, в смысле… Причем захантить невозможно сеньора, когда к нему приходит рекрутер, говорит «Здравствуйте, я рекрутер, мы ищем для себя сильных разработчиков». Он такой… Такой удач. Да, просто… Мне неинтересно. Да, хорошо, если он просто отвечает «Спасибо, ваше предложение было интересно, рассмотрю его когда-нибудь вкупять». В следующий раз. В следующий раз. Да, в следующий раз. В следующий раз никогда вас устраивает. Когда к разработчику приходит разработчик и говорит «Пойдем к нам, у нас отличные задачи, там, печеньки, вот это вот все», в смысле, тогда может завязаться какой-то разговор. И в этом смысле, чем хороши были, как это вспомним, доисторические времена, да, оффлайновые конференции. Чем были хороши оффлайновые конференции? Тем, что в них, на них можно было поговорить. Вот ты становишься с человеком, разговариваешь, ты ему, ты слышишь, какие он тебе задает вопросы, и ты уже как бы косвенно можешь там примерно понять уровень, ты что-то ему рассказываешь, он тебе что-то отвечает, и ты понимаешь, что перед тобой, простите, сеньор. Такой, а не сеньор ли ты? А пошли к нам, у нас есть там печеньки. И яблоки правильной формы. Да, порезанные. Вот, ну то есть как бы нанять сеньора с рынка сложно, в смысле его, это штучный товар, простите. Это единорог, да, которого все ищут, но это практически невозможно нанять. Ну поэтому чаще всего все-таки ищут, наверное, медла с потенциалом в рост, и ты его выращиваешь внутри в компании. А потом стараешься сделать так, чтобы его не схантили. И вот это тоже, да, как бы, как удерживать сеньоров. Когда он уже всего достиг, и все, что делать? Все. В некоторых случаях, вот мы уже просто эту фразу уже говорили, что смена работы и увольнения — это не конец жизни. То есть в некоторых случаях человека надо отпустить просто. Ну да, согласен. Какой бы позиционный высокое не было, все равно... Особенно когда выгорание. Иди отдохни. Ой, я так не люблю это слово. Я тоже. Слушай, а может это старческое? Может это вот типа у стариков проблемы с словами, с новыми модными? Я поясню, почему я не люблю. Потому что я из того поколения, когда, типа, ты либо идешь и херачишь, простите за выражение, либо как бы, ну, твои проблемы. И ты такой, ну ладно, я понял, я пошел делать. Типа, если у меня есть какие-то проблемы, я привык с ними разбираться. Я не стараюсь их... Ну, еще раз, это моя позиция, она может быть... Ее может не поддерживать Twitter, это вполне нормально. Я просто с ними разбираюсь и не пытаюсь их выпятить вперед. Как то, что, типа, вот я сейчас в таком состоянии, поэтому поменяйте, пожалуйста, ко мне отношения. Не, ну, устал отдохни, ну, в смысле, как бы... Да, да. То есть понятно, что человеку, находящемуся в депрессии, говорит, да не депрессуй, это самый неработающий способ. Ну, уже к специалистам надо обратиться. Но с другой стороны, там, ляг, поспи, и все пройдет. Вот, оно 80% случаев работает на него. Мне не нравится просто, что слишком много внимания наделяют ненужного этому. Ну, пошел, просто какая-то волна условная пошла, да, там, камин-аут, там, я выгорел, все. Ну, выгорел, выгорел. Ну, неси этот, выгорел, неси следующий, ладно, как бы. Отдохнул, осознал, хочешь ты дальше здесь работать, не хочешь ты дальше. То есть, как бы для того, чтобы вот понять, что человек выгорел, и как-то решить его вот эту проблему выгорания, нужно сначала понять, где он находится, ну, как в любой психологии, да. Сначала ты понимаешь, как это, расскажи, где ты сейчас, да, и что ты сейчас делаешь, а потом, что ты хочешь, в смысле, что тебе мешает сейчас, и куда ты хочешь прийти. И вот, как правило, вот этими разговорами большая часть выгорания решается, потому что человек, рассказывая тебе, где он сейчас, что ему мешает, и куда он хочет прийти, он в конце разговора с тобой осознает, типа, так, все, спасибо. Знаешь, очень… Сейчас, Алёна, я знаю, что ты хочешь защитить, это правильно. Нет? Не хочешь? Ну ладно. Она просто хотела, посмотри. Мне просто, знаешь, что кажется, что… Мне кажется, я одна просто с выгоранием такая, типа, ну ладно. Мы тут можем перейти к хорошему руководителю, потому что, на мой взгляд, хороший руководитель, он в том числе в какой-то мере хороший психолог, не терапевт. Кстати, хорошо, что ты задаваешь этот вопрос, как перейти от сеньора к хорошему тимлину. Да, да, да. Спасибо. Вот, и мне кажется, что он как раз таки может вот через серию вантуанов и так далее, и так далее, поддерживать своих ребят, видеть, считывать с них состояние, помогать им его преодолевать, и так далее, и так далее. Очень хорошо. Он не заменяет терапию ни в коем случае. Тут очень часто, понимаешь… Нужно ли руководителю образования психолога? Это помогает. Нужно ли руководителю вантуаны с более следующим руководителем, чтобы самому не выгореть, да? Ну, нужно. А знаешь, какая проблема? А когда ты топ-менеджер, как я? А ты ходишь к другому руководителю? К какому? Нет, у меня, к сожалению… Нет, к другому, к соседнему. У меня проблемы нет, я так не могу. К… ну, в смысле… Все соседние руководители — это моя команда. Нет, 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 нет. К своему ментору. Ну, в смысле… Да, тебе нужно искать… Тебе нужен… Это как, знаешь, у компании есть там… Да, да, да. Коуч. Гендир, а есть совет директоров, которые смотрят за компанией и такие… Ну, вот здесь вот там чего-то нужно подвилить. Нет, совет директоров не обязательно инвестор. Это именно люди из других компаний, нанятые специально, чтобы они следили за этой компанией. Ну, как бы, если коротко. Точно так же, если ты, не знаю, топ-менеджер компании, тебе нужен другой, соседний, топ-менеджер. Ну, или не обязательно топ-менеджер. Ну, смотри, просто тебе нужен ментор. Да, коуч, ментор, кто-то уже… Это может быть йода, который ничего не понимает в твоей… В твоей компании, ну, просто его, как бы… Присутствие само. Да, да. Это… Часто человеку нужно просто с кем поговорить. Ну, ты знаешь, это ладно, это проблемы, как бы, других людей. А вот у разработчика как раз-таки есть руководитель, который, по идее, ему должен… Как правило, есть. Не обязательно. Ну, согласись, это хорошо, когда может. Хорошо, когда может, да. Хорошо, когда у тебя достаточно доверительные отношения между тобой, разработчиком, и тобой, твоим руководителем. В смысле, не тобой, а твоим руководителем. И ты можешь со своим руководителем обсудить свои проблемы. Да. И тебе за это ничего не будет. Но это… Это… В принципе, вы у обоих сторон. Да, но это как раз-таки, опять же, больше к навыкам руководителя, потому что он эту историю вообще инициирует, да, и он может ее заблокировать. Я к тому, что иногда или, наоборот, чаще всего… По-другому. Да, да. Как бы согласен. Согласен. Бывает по-разному. Да. С кем-то поговорить – это не обязательно твой руководитель. Согласен. То есть ты идешь, разговариваешь со своим хорошим другом-разработчиком, который может тебе… В общем, мы всем рекомендуем терапию. Да, да. А ты что хотел начать? Так или иначе. Да, я про выгорание. Мне кажется, это социальная нормализация просто происходит. То есть до этого мы про это не говорили, теперь про это говорят все. А, чтобы уравнять. И вот такой всплеск интереса, он обычно возникает, когда что-то входит в норму. Ну, или из нормы выходит. Типа как доступность. Но это не в нашем случае. Да, 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 да. Ровно так. Вот. Другой момент, который меня смущает в этой истории, в том, что вот сейчас на волне хайпа, когда легко получить лайки и ретвиты, сказав, что ты выгорел, люди, назвав эти волшебные слова, они как бы снимают с себя ответственность за это. Короче, такое было, знаешь, когда HTML5 говорили часто. Ты такой приходишь на рынок и говоришь, мы умеем HTML5, и все компании такие… А! И давай работать с тобой. Это тоже такое было. Базворт называется. Да, да, это оно. И за ним ещё кроется снятие с себя ответственности. Ну да, то есть это не я такой, это я просто выгорел. Да, 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 да. Ну, все выгорают, и я выгорел. Ну, типа, делать с этим я ничего не буду. Ну, вот как бы, вот это меня немного печалит. Я выгорел, все, теперь хороводите меня. Я выгорел из-за того, что все вокруг выгорают. Меня это демотивирует, что все мои коллеги выгорели. А я тут, значит, не выгорел. Как это? Один в поле, значит, стою. Саша, я чувствую тебя есть. Ну, в шоке сиди. Я просто как Феникс из пепла уже тут. По третьему разу выгораю. На пятой итерации, да. Поговорим про все-таки вот это вот мы мы и ты подняли хорошую тему. Да, мы ты, Леша. Переход от Синьера к лиду. Ну, как раз вот мы дойдем до... И надо, ну, во-первых, надо ли это делать? Ответ сразу не надо. Такой же. Не обязательно. Можно, но не надо. Можно, но не обязательно, да. То есть не всякий Синьер становится хорошим руководителем и наоборот. Не обязательно руководителю быть отличным, когда это совмещается в одном человеке. Но это сложно реально. Когда ты там тимлид, когда ты лучше всех в команде, быстрее, выше, сильнее вот это вот все можешь программировать. И ты при этом еще там просто бог софт-скилов. Ты там можешь, кого надо подбодрить, кого надо там подстимулировать, что-то делать. Ну, то есть какие-то вот такие вещи. Но это прям человеки... У меня сразу мем с доктором Манхэттена вот этот вот синий человек с символом. Ну, просто это редкие вот эти вот единороги, да. несочетаемое. Это сложное, это сложное качество. Это надо прямо хотеть вот настолько вширь развиться. Да. Хотеть и мочь. Ну, в смысле, это прямо... Иметь возможность, кстати, на это еще. Ну, то есть зарабатывать... Короче, ладно, все. Да. Когда нужно начинать хотеть становиться руководителем. Как только ты начинаешь менторить других людей, и тебе это нравится, все... Ну, то есть... Ну, если тебе нравится менторить, тебе нравится общаться с людьми, продуктовую часть смотреть. В какой-то момент к тебе придет твой руководитель и скажет, давай ты будешь руководителем этой группы. Ты скажешь, никогда. И все. И все счастливы, да. Или ты скажешь, ну, давайте я попробую. Тебе твой руководитель скажет, ты будешь сделать то же самое, и в твоей жизни ничего не изменится. Не верю, не верю. И вот этот ментор, как это... Я еще никогда так в жизни не одевался. Ну, то есть, когда тебе твой руководитель говорит, ты станешь руководителем этих людей, и у тебя ничего не изменится, ты будешь делать все то же самое. Ну, зарплату вообще не меняется. наглая ложь. Нет, у него ответственность изменится в первую очередь. Поменяется все. И куча геморроя. Как только, как только ты становишься руководителем, меняется вообще абсолютно все. И вот дальше ты уже смотришь, ты любишь это, то, что стало, и должно пройти какое-то время, да, ну там, не знаю, условный год. То есть у нас все... Ой, год это много. Нет, подожди, ну мы же начали с условного года. Да, да. Если джином становиться годным. Некоторые понимают... Понять, что это не твое, можно гораздо быстрее. Ну так же, как и джином. Это если тебе не нравится. А если ты... После того, как понял, надо еще удостовериться и убедиться. Да, обосновать. Чтобы окончательно выгореть просто. К тебе приходит твой руководитель, говорит... Ну это не бесчеловечно, просто сейчас то, что вы говорите, у меня все сопротивляет. Тебе приходит твой руководитель и говорит, ты с завтрашнего дня становишься руководителем группы. Ты говоришь, окей. Через два дня ты приходишь, говоришь, я не хочу быть руководителем группы. Нормально. А, кстати, это должно пройти какое-то время. А, кстати, в речении? Принятие, депрессия, вот это вот все. Ты же к этому никогда не готов. Ну, я не знаю, у вас были случаи, когда у вас был человек, который готов стать руководителем? Он был джином и такой, вот я точно, после того, как вырасту сеньора, я стану руководителем вот сто процентов. Я готовился к этому четыре года, когда еще он на этой теме, да? Человек готов только тогда, когда он до этого уже фактически был руководителем. Ну, де-факто был руководителем. То есть он там помогал этому, менторил это, общался с менеджером, то есть он какую-то уже роль руководит. Он просто считался разработчиком, но при этом он руководитель. И тогда, да, он говорит, да, мне все комфортно, спасибо, что вы ко мне пришли, я ожидал, что вы это сделали два года назад. Ну, раз уж вы наконец-таки заметили, так и быть, да, я приму ваше предложение. Не зайду. Ну, просто когда человек, как правило, не готов, ну, то есть он просто делает свою работу, тут ему говорят, вот тебе сверху, на тебе сверху, еще сто пятьсот ответственности там. А он такой, знаешь, всегда спрашивает вот этот вопрос, а я же буду писать код все еще? Да, да, конечно, будешь. В твоей работе ничего не изменится. В твоей работе ничего не изменится. Просто ты будешь работать с двумя на собой. Да. Ну, то есть плохо, когда ты приходишь к человеку и говоришь, ты руководитель группы, он говорит, окей, а потом через два дня он приходит и говорит, типа, нет. Ну, в смысле... Ну, просто у меня есть несколько... Даунгрейда, когда к людям приходили, говорили, будешь? Он говорил, буду. А через два-три месяца... Нет, два-три месяца. Приходил и говорил, больше не буду. Два-три месяца хороший срок. Ну, про год. Ну, не два дня. Я слышала фразу про год. Я говорю, условный год. Слушай, а мне кажется, что... Хорошо, что условный год. Подожди, мне кажется, когда ты... Ты как руководитель, давайте по-другому. Ты как руководитель, тебе нужен другой руководитель, ну, в твоей группе, да, в большой. И ты видишь человека, который, ну, потенциален к этому. Ты ему это предлагаешь. Ну, видишь, что он хочет какого-то роста, ты ему это предлагаешь, он соглашается. Мне кажется, что просто здесь работа руководителя, который это все начал, не заканчивается. Он же должен помочь ему пройти вот по всем тем ступенечкам принятия этого всего. Депрессия. Гнеп отрицания. По сути, притащить его до того состояния, когда он такой, нормально, я справлюсь. Спасибо, теперь ты можешь идти своей дорогой, а я тут за тебя. Ты абсолютно прав. Я за тебя и все могу, да. Все истории даунгрейда, которые я знаю, они ровно из-за того происходили, что руководитель, который предложил это все, да, начал все это, он после повышения персонажа сразу отходил на задний план и бросал полностью контроль. Ну, не обязательно. Даунгрейды бывают по разным причинам. Я говорю про те истории, которые мне известны. Конечно же, они бывают по-разному. Ну, в смысле, вполне допускаю, что человек может очень долго работать на руководящей должности, потом сказать, все, я больше не могу, и там, не знаю, начать работать разработчиком. С удовольствием вам заняться. Я так сделал. Слушай, это знаешь, когда это как раз вот это вот как-то зрелость в чем-то, когда ты уже понимаешь, что ты хочешь? Потому что, давай честно говорить, в самом начале, когда ты из института выпустился, у тебя много фантазий, много мечт и стремлений, и ты просто как бы, ну вот, хочешь. Открыт этому миру. Да-да-да. А вот потом приходит такая зрелость, когда ты понимаешь, да, я не все могу, да, у меня не все получается, но вот это у меня получается, и я хочу этим заниматься. Да, я согласен, что за это платят столько, что я буду таким-то человеком. Ты приходишь к ситуации, когда ты знаешь, чего ты не знаешь. Да. Ну, то есть это вот… Какой это уровень разработчиков? Ты в ней находишься, а потом ты к ней же в итоге приходишь. Это нирвана за колесом на Безонсары. То есть это выжители, да, это где-то там. Это зрелость какая-то. Тогда окей, когда вот в этот момент у тебя есть выбор, когда ты в этот момент решаешь, что я хочу быть таким. Это надо всегда поддерживать. Ну, это внутренние частные торги просто вот самим собой. Принятие, да. Да. И вот из этой линейочки я взяла слово, да. Саша? Да он в шоке все. Ну, я просто не знаю, могу сказать «да». Я со всеми согласен. Вот. Ну, что хочется сказать, что кажется, это не какая-то нирвана разработчика принятия, а просто, ну, личные качества. Вот. То есть это человеческое. Вот. И здесь не нужно, наверное, притягивать к этому разработку, а вот это осознание своих интересов, оно просто в какой-то момент приходит. Второе, с чем хочется, наверное, согласиться, это с тем, что, ну, управление и вообще вот этот вот менеджмент — это совсем особый род искусства, да, вот какого-то проектного и корпоративного, в том числе, поведения. Мне кажется, что в менеджмент как бы к нему разработчик присматривается сначала. То есть так или иначе, в процессе того, как ты там растешь, у тебя все-таки какие-то намеки на то, что вот того, гляди, можно взять на себя какую-то вот небольшую зону с менеджментом, они появляются, и можно еще до того, как к тебе придет вот этот вот руководитель и скажет, ну, вот вроде давай. Сразу нет. Да, да, ты уже можешь понять, что тебе этого не нужно. И я, например, ну, видел таких ребят, которые могли как бы в тот момент почувствовать, вот еще находясь на стадии разработки, что нет, мне вот не той дорожкой. Но как вырабатывать этот навык наблюдательности за личными предпочтениями — это вот отдельный вопрос, который мы можем сейчас обсудить. То есть есть ли такой способ, что когда ты вот сидишь, кодишь, да, ты классно решаешь инженерные задачи, может быть, ты миддл-машина, может быть, ты классный сеньор, который отлично думает за архитектурные решения, но как ты в себе вот эту вот внимательность к своему самочувствию на рабочем месте можешь прокачать и понять, ага, тут что-то там пришло, вот тут я могу ответственность взять, хочу ли я или не хочу. Уровень выгорания — 30, наблюдательность за людьми — 45. Представляете, гаджеты были бы такие вообще? Говорят, цифротерапия помогает в рефлексии. Алиса, какое мое сегодня состояние? Ну, это в целом про осознанность, мне кажется, когда ты смотришь вокруг себя, а не только перед собой. Ну, это зрелость, так или иначе, ну, в смысле. Ну, зрелым можно, ну, как сказать, осознанным можно и в 20 быть. Некоторые люди со временем становятся старше, а некоторые мудрее, да? С возрастом приходит мудрость. Мне кажется, вот ты сказал про наблюдать, да, за людьми, которые типа потихонечку растут. Ты же тоже как руководитель должен помогать ребятам расти именно туда, куда надо. И вот есть же такая штука, как ситуативное лидерство, которое ты тоже можешь наблюдать, особенно в групповом формате. И вот такие люди, которые чаще всего берут на себя обязанности ситуативного лидера, когда от них никто их не ждет, это не обязательно, они берут, организуют группу, говорят, нет, давайте, ребята, все-таки так, выкатим этот код. И ты можешь наблюдать, вот как, знаешь, со стороны такой код. А он... Он идет, он метит туда, куда надо. Да-да-да, подает надежду. Но потом ты приходишь к этому человеку, а он оказался осознанным такой, говорит, нет. А ты такой, я все это время экспериментировал. А ты ему такой думаешь, ты думаешь, ты выиграл эту битву? Нет, я затащу тебя в менеджмент. И на этом наше время подходит к концу. Большое спасибо, что вы пришли. Мы пообщались, мне кажется, прошли весь путь абстрактного... Карьера. Да, карьера. Человека, который никогда ничем занимался в программировании до Team Lead, как этим стать. Большое вам спасибо. Спасибо. Кажется, что у нас получилась неплохая беседа. Ждем вас 26 февраля на конференции «Я люблю Frontend». Пока. Пока.